Глава восьмая. Разин на Волге. Стругают и режут причельны, подвески, подзорники, узорные провязные доски со зверями, солнцами, фараонами, ровно полотенц сшитые. Режут наличники светличные с колонками, наличники краснооконные, волоковые с птицами райскими, с сирином да с гамаюном, с опсами зубатыми, с виноградными гроздями среди лапчатых листьев. Двери резные с узорами на персидское да на китайское дело, с косяками узорчными, словно гладью вышты. И все красят валой, розовой, лазоревой, красной, желтой, изумрудной цвета, золотят густо. В новом дворце все покои да подкляти заставлены и готовым делом, и сухими досками душистыми, яблоновыми, сосновыми, дубовыми, кипарисовыми, без конца работы тихой, доброй, немятежной. Соколом налетел тогда атаман Разин со своими гулящими ватагами на Волге на караван Василья Шорина. Взяли все, что нужно — суда, хлеб, порох, ружье, да людей прибыло. И долго добивался, искал Елисей Бардаков, где хозяин, где Шорин. Да нечто поплывет именитый московский гость с караваном, у него других дел много. Приказчиков шоринских утопили в Волге, стрелецких начальных людей перебили наскоро, атамановым людям надо было скорее плыть дальше, миновать царицын. Проскочили царицын, стрелял из пушек воевода Унковский по стругам, да широка матушка Волга, все помимо. И Астрахань вышли разинские струги в Хвалынское шумное море, добежали вдоль морских берегов, да по Яеку, до Яицкого городку, Яек Уралрика. Было дело вечером в субботу, над стенами, башнями, пушками городка плыл звон, благовестили ковсеночной. Подошли к воротам четверо. Плотники, видать, топоры на спине за поясом, стучат в ворота. — Что за люди? — кричат сострельницы воротники. — Плотники, бредем, милостивцы, с Астрахани, работы ищем, пустить православные помолиться. Скрипнули ворота, приоткрыли, скользнули в щель плотники, пистоли выхватили, воротников побили, ворота распахнули, и из кустов прибрежных неслась с криком ихняя ватага. Сел разин атаман в яицком городке, круг казачий собрал, да сидел недолго. Уж в феврале еще по снегам да по первым туманам подступил сувший к яйку третий астраханский воевода Безобразов Яков Иванович. Отряд силен пешим, конно, оружно, да и с моря шли суда. Не пришлось перезимовать разинским людям, выбил их воевода, ушли те на стругах в бурное подвесение море, пошли к персиянским берегам. Застонали берега от Дербента до Баку, дым валит все дали да шире, горят города, деревни, казакуют лихо казаки себе на зипунишки. Шаховы люди бегут с плачем, с воплями в горы, навстречу выбегают бедные русские пленные, что у персов в работе были, хватают оружие, что попадет в руку. Топор, пику, бердыш, саблю персидскую, кинжал индийский бьют своих хозяев-супостатов. До самого решта довалила буйная вольная ватага, там персидское войско побило, да и сама сильно потеряла людей. Лето доходит отдохнуть, земля нужна, нужен хлеб, а под ногами струги, да море зыбучее, да берега пустые, разбежались прочь все персы от силы казачьей. Туго пришлось разинцам, в зажиме они, на севере царские воеводы, на юге сам Шахеншах сказать по-нашему царь-царей, кому идти. И шлет Степан Атаман в Исфаган в столицу послов просит, отвел бы им шах с земли, жить мирно, землю пахать. Да съехал в Исфаган с Москвы в ту же пору немец Томас Брейн с грамотой от царя и писал царь Шаху, не верил бы шах казакам, воровские идеи они люди. А пока суд да дело, дошел разин Атаман по морю от Геляни до Мазандирана, разбил летний утешный дворец шахов в Харабате, разнесли все в дым, добычи богатый взял бесчетно. А зато Атамановых трех послов казачьих затравил шах на охоте своей псами да гепардами. Лето провоевали, осень подошла, зима идет, еще пуще нужна земля Атамановым людям. И сел разин со своими казаками в укрепленный лагерь в лесу на узкой косе Миянкале у самого Фарабата. Стали рубить городок на зиму. Тут навалились на них шаховратные люди, выгнали их из леса. На самый конец косы ветры гуляют, струги в волнах бьются, кругом песок, да болота есть нечего. Зиму мучились казаки, съели все запасы, всех своих коней, болели, цинжали, гибли бесчетно, как мухи. А весна пришла, бросились в море снова искать земли, пошли к северу. А там еще туже. В селе Дидинове, в Коломенском уезде под Москвой, по совету Ордын-Нащекина, царь Алексей на реке Оке строил себе военный флот наспех, чтобы идти воевать на Волгу да на Хвалынское море против Атамановых казаков. Голландские корабельники заложили и построили уже там большой корабль «Орел», настроили много мелких яхт. К зиме донесли уже дворянин Яков Полуектов да подьячий Степан Петров, что де корабль «Орел» можно спускать, мачты де все поставлены, а к окнам да дверям пробоины куются наспех. И Орел, пушками своими грозный, на удивление всем людям, поплыл по Акерике в Волгу, сплыл до Астрахани, готовый идти в Хвалынское море ловить казачьего атамана Разина, а на Орле четырнадцать человек голландской команды с капитаном Бутлером. Трудна зима казакам, да и царю не легче. Плачут переливами кремлевские колокола, окружили во дворце бояре гроб, крытый черным покровом с серебром. Лежит в гробу царица Марья Ильинична, красивая, ровно восковая, губы поджала, в руке свеча да грамота. Натолкалась народу в палату, наследили, натопали, на площади-то снег валит. Померла добрая царица Марья Ильинична родами, родила дочь, вторую Дунюшку, прожила та только два денечка, а за дочкой той приставилась и царица. Черно от народу в Кремле, в колоколах перебойный перезвон, золото поповское, свечи в фонарях, сквозь снег крест огромный, черный, на кресте Христос кровью истекает, тоже помирает. Святый Боже, тихо, ладно, тянут певчие дики, да вознесенские монахи несут царицу в вознесенский монастырь под шелковым балдахином, в кипарисовой долбленной колоде восемь бояр именитых, стрельцы в красных кафтанах стоят стенками, держат бердышами народ, рвущийся вперед, подбирать деньги, которые бросали дворяне на ходу из мешков на помин царицыной души. Идет за гробом царь. Ведут его под руки двое. Боярин недавний Ордын-Нащекин, второй не боярин, да больше боярина, ближний человек Матвеев, Артамон. Уставили на царские плечи бороды, один седую, шилом, другой русую, окладистую. Царь идет в смирной черно-бурой шубе, толстый, тяжкий, еле ноги передвигает, сам бледен, глаза ввалились, взор угрюм. Умерла царица, умерла царева молодость. Шагая черными сапогами по мокрому снегу, снова слышит царь, царицыны шепоты проникана, проклял его царя-патриарх. И, вспоминая перед собой царь, царицу свою, как есть в постели царской в голубом повойнике, вон она в гробу, торчит только ладный белый ее нос. И дети его дебудут сиротами, — вспомнил царь, оглянулся. Идет за ним Алеш, сын, тоже в черной шубе, на черно-бурых лисах, без шапки, бледен, заплаканы глазки. Жаль ему матку-то. Вот он, сирота, и есть. Царь метнул взор направо, налево, на тех, кто вел его под руки. Истинно не знаешь, кто куда, кто тебя предаст. А оба смотрят так, словно влезть хотят в душу. И Афанасий, и Артамон, первые по нем готовятся они править, коли он царь помрет. Будут они и Алешу опекать, растить, как дядька Борис Иванович. Из кучки боярынь, что вели, донесли на руках царевичей, Федю, Ваню, Сеню да царевин, послышался детский плач. Плакал Сеня, холодно ему, бедному. Ух, теперь что подымется, — думал царь, — теперь все бояре милославских царицыну родню грызть будут. Шествие входило в Вознесенский, внесли колоду с телом, ставили посередине собора, слушала бы царица свою последнюю обедню. И увидал царь вдруг, непреклонно стоит над гробом высокая черная женщина, прямая, как укор, как осуждение, молится истово, поклоны бьет, как на пружине. Федосия узнал ее царь по строгой повадке, — Морозова ведьма. И сразу открылась царю, вот его враг смертный, осуждает его за царицу, никогда она не простит ему и Никоновых дел. Да ничего она не простит, рада ведьма, она его горю, все одно к одному. Ну, монахи в Соловках бунтуют, мужики на Волге помещиков, да чиновников жгут, стенька по Хвалынскому морю гуляет, все это далеко. А вот тут, в самом Кремле, в Вознесенском монастыре, стоит черная баба с белым лицом, с застывшими бешеными глазами, ненавидит его царя лютой ненавистью, клянет его. Да и не одна она, эта баба. Гнев всей земли, непомерная злоба пылает в этой бабе, стоящей черной свечой над мертвой царицей. Благословен еси Господи, научи мя оправданием своим, — тихостяная вздыхает хор. Земля бунтует, а вот где он, корень? В этой черной женщине, в ближней боярине. Кому ж можно верить? А в Вакумова письма получает, чтет, переписывает, дали шлет. Вот оба, он и она, меня проклинают, мою Марью погубили. И трех месяцев не прошло, как схоронили царицу Марью, как по весне снова шел царь по Кремлю в Архангельский собор. Хоронили теперь царевича Семена. Простыл младенец, как матку хоронили. Проклятие Никона — потяжелее каменного дождя. В Коломенском перестали работать резчики и столеры. Изографы из ружейной палаты взялись расписывать потолки, стенки, вставки над окнами, над дверьми. Изографы — иконописцы. Первый царский изограф Семен Ушаков правит всем делом. С ним работают его товарищи Иван Макилов, Федор Юрьев. Травы и цветки делает армянин Богдан Султанов на персидское дело. Ангелы, архангелы парят по потолку, святые сияют. Тут же по стенам указал царь написать и великих воителей древности Александра Македонского, Юлия Кесаря, Дария Персидского и других. Искусно написаны аллегории Европы, Азии, Африки, разных стран и гербы разноличные. Не то что глаза, а и ум разбегается. Атамановы казаки кинули Мазандеран, вышли в море, пошарпали еще восточные берега Каспия, добавили добычи, но все равно нужна была земля. Стали станом на голом свином острове под Баку. Кругом качается бурное море, раскаленные солнцем скалы, песок да галька. Лето идет в грозах да бурях, хлеба нет. А шаховые корабли не дают передохнуть. В каленом июле подошло к свиному пятьдесят шаховых кораблей. Обложили казаков со всех сторон, куда ни глянь, на бело-зеленых волнах диковинные пестрые корабли с высокими кормами на белых парусах. Приходилось казакам тут одно — либо победить, либо помереть. Победили. Дрались в притын, стояли насмерть, топили отчаянно персидские корабли. Всего три из семидесяти спаслись, и на одном еле ушел командовавший персами Менеды-хан. Разин атаман захватил великие богатства Менеды-хана, да его детей взял дочку-красавицу да сына-юношу. Дорого обошлась победа. Почитай, треть у казаков была убита да переранена, силы ослаблены, а разъяренный шах готовил еще больше кораблей. Надо было уходить с моря на землю. Куда? Оставался один путь — домой на Волгу, на Дон. А на дороге Астрахань, город с пушками, Черный Яр, город с пушками, Царицын, город с пушками, везде стрельцы. В Астрахани стоял уже Орел, царев корабль многопушечный. И в море у острова Четыре бугра встретил Разина на нескольких кораблях второй астраханский воевода князь Львов. Семен Иванович и объявил, коль сдадут казаки пушки да оружие, да атаманов Бунчук, так пропустит их князь Прозоровский боярин на Дон миром. Бунчук — древко, на конце которого укреплялись шар и кисти из конского волоса, конский хвост, знак казачьих украинских атаманов и польских гетманов в шестнадцатом-семнадцатом веках. Принял условия Разин, и в августовский яркий день по Волге к Астрахани по зеркальной воде подплывали десятки разинских стругов, за ними взятые персидские корабли, нарядные, увешанные пестрыми коврами на шелковых цветных парусах. Разин шел впереди, как победитель. На большом струге под золотым парусом, на мачте в ветре велись цветные ленты. Народ астраханский дивился, ахал, толковал на разные лады. Какое счастье! Разинские люди оставили струги на Волге, на острову, и запрудили все торжки и базары, одетые все, как короли, в бархатных шелковых затканных золотом кафтанах, с драгоценным оружием в самоцветах, свинцами на шапках из жемчугов и камней, и разбазаривали мешки с драгоценностями. Одетые все, как короли — это выражение одного иностранца. Сам атаман прохаживался по Астрахани, стоял на берегу, крутил ус, и, глядя на царский корабль, великий с пушками орел, усмехался. Донские казаки при встрече со своим атаманом били челом в землю, величали его батькой, смотрели, как пышно гуляли да пьянствовали с ним атаманом астраханские воеводы да стрелецкие головы. Надалой вечерней Волгой песни, трубы, гульба, стрельба. До нынешнего дня помнит народ, как Разин бросил в воду жертвой Волги за свою удачу персидскую красавицу, свою любовницу, брата ее он подарил боярину и воеводе князю Прозоровскому. И пошел Разин по Волге на Дон, а по рекам, лесам, степям, кругом его катилась взводням молва о его счастье и удаче, и с ним плыли на лодках, к нему бежали пешие, рвались, скакали на конях тысячами гулящие люди, жаждавшие счастья, богатства, добра, теплой правды и горячей мести жестоким боярам, дворянам и их приказчикам. Вернулся на Дон Разин и хоть стал своим городком, а был словно атаманом войска Донского, велел он донским казакам бросить в Дон царского посла с Москвы, Герасима Евдокимова посланного, чтоб уговорить казачество. И бросили, утопили. Слава о Разине Степане бежала по всей Волге и Дону, с зорницами сверкала в полнеба над всей московской землей. Не только простые люди, к Степану бежали и выборные от восстающих черных людей, от крестьян, от посадских, от гулящих людей с разных мест, бежали и растриженные Никоном попы, поп Савва да поп Пимен, бежали изверженные монахи, бежали приказные люди, бежали и слободские казаки, и черкасские люди с обеих Украин. Грамотии писали и слали грамоты во все стороны. Чтобы разгуляться народному гневу, простору тут было куда больше, чем на Красной площади, чем в селе Коломенском. Бесконечные раскинулись степи да лесостепи с сосновыми барами да с шумными дубравами между Волгой и низовьями Дона с одной стороны да с другой реками, с северным Донцом, Цной, Окой. Прорезанные, что древесный лист казачьими реками, хопром, медведицы, иловлей, инсарой, рудней, аллатарем, свиягой. В этих полуденных жарких местах были видны на небе и багровые отцветы грозных северных сияний, полыхавших над Белым морем, над Соловецким новгородского строения монастырем, проклявшим патриарха и отказавшимся молиться за неправого царя. Из Соловков братья слала всюду свои послания и призывы. В степи доходили вести об великих уходах народа к отоку полуночного моря да в дремучие леса. Видно было, всюду в яве, что качнулась, шатнулась сама земля, рождая в тысячах сердцах тревогу, заставляя людей озираться вокруг, ища взглядами того, кому суждено вести эту силу. В степях, буграх, холмах, реках, в плавнях, в черных дубравах, в зеленых рощах, все разрастаясь, набирая блистательные подробности, росла молва о Степане Тимофеевиче, как о народной надежи, о его могучем росте, о его силе, гордом соколином взгляде, его удали и дерзости, а главное — о его счастье и удаче. Из Дона во все стороны облетали слухи, выйдет Деснова-атаман со своими казаками к работным людям с Дону, да пойдет он не к Персам на Каспий, а на Боярскую Москву. Над Москвой белый морозный туман, висело яйцом красное солнце над Кремлем, когда Тихон Васильевич Басой въезжал в столицу по Ярославской дороге. Он быстро выглянул из воска, подъезжали к Сретенским воротам белого города, старая икона, на беленой башне вся заиндивила, слюда протаяла только против красной лампадки, оттуда смотрели острый нос да строгий глаз угодника. Увеличенные караулы стрельцов в овчинных тулупах сверх кафтанов прятали белые бороды в закуржавившие оплечи овчинных тулупов. Мужики с обмерзшими бородами, бабы с закутными в платы лицами, сплошь почитая в нагольных шубах и полушубках, в краснопятых валенках, бежали в одну сторону — к Кремлю. Нагольные шубы — шубы, не покрытые сверху материи сукном. С десяток годов не бывал Тихон босой в Москве, с той самой поры, как помер чумой Кирилл Васильевич, и отец отослал его в Сибирь, а брата Павла — в Москву. Скончались теперь и отец, и Павел, пришлось Тихону ехать в Москву. На его плечи ложилось огромное, само собой развернувшееся их артельное дело. Склады, досчетные из бабосых, стояли в Архангельске, в Москве, в Верхотурье, в Тобольске, Сургуте, Томске, Красноярске, Кузнецке, Енисейске. За Байкал до самого Нерченска ходили их приканщики и работали договоренные покруты — торговцы и добытчики. С сотнями вазов перед весной в Сибирь уходили их обозы с товарами, оборачиваясь назад в два иной раз в три года. Их артели работали на всех главных сибирских путях и реках. Торговля уходила, проникала все дальше в богатые просторы, шла за первопроходцами, доставляла туда хлеб охотникам, железо, соки, пилы, серпы, топоры. Их артели, садившимся на землю пашенным людям, городовой товар-утварь, одежу, обувь местному и русскому населению. Всюду туда, куда стремительно уходил к вольной жизни, к свободному труду предприимчивый мирный человек. И вместе с тем работали басы, как и другие северные семьи, не на отшибе от своего государства. Они увязывали государство, как железные обручи вяжут клепки на бочке. Их работа была экономической основой, на которой стояла политика Кремля. Тихон возвращался теперь в Москву постаревшим, но все же прошлое тянуло его к себе, как глубокий колодец. Вот он тут, у Воскресенского моста, хватает за повод царского коня, падает тогда в воду. Вот на него орет выступление, высоко занеся плеть казенной Плещеев. Он улыбнулся даже. Нет, ведь уж никого из них прежних обидчиков. Вот он в разгромленном доме Ряполовского стоит перед княгиней Анной, вот ее лицо, залитое слезами. Что сделаешь? Сила, сила неразумная, ломит она людей, губит, дуром все в разор ведет. А ведь сколько всего князь Ряполовский, покойный, ему Тихону жизнь сломал, отнял у него Анну и сам погиб под ядром. Вдова-то княжья, поди, одна на Москве. Постарела бедная, тихо, поди, живет. Ямщик вдруг обернулся к Тихону обмороженным лицом своим. Проедем ли, сударь, красной-то площадью, больно-людно, царевичи выносят. — Бать, это кого? — спросил сын Вася, ладный, крепкий и красивый подросток. — Наследник Алексей Алексеевича, вчера с чупомер. Похоронный звон гудел все ближе, все звучнее, рыдали, плакали колокола под искусными руками кремлевских звонарей. Народ бурлил у Спасских до Никольских ворот, а в Кремле из царева верха в Архангельский собор выносили тело царевича Алексея. Семнадцатого января царевич Алексей, как всегда, сидел в своем покое за книгами, занимался. Да как вдруг, — сказывали жильцы, — вскочил бледный, схватился за грудь, упал головой на стол, лицом в самую чернильницу. Поднялась тревога, прибежал, задыхаясь царь, кричал, — лекарей за немцами бегите. Побежали, государь, побежали. Кричали, успокаивали царя, метались люди. Так мечется цыплята, когда из облака падает рыжий коршун-похититель. Приседая на тонких ножках от старости, в черном берете, кафтанце, в коротких штанах, в белых чулках и башмаках, доктор Беме сбросил на ковер медвежью шубу, припал к груди царевича, что вытянулся на лавке. Пряча глаза от умоляющего взгляда царя, доктор Беме щупал пульс, достал из сумки ланцет, чтобы пустить кровь, но царевич вдруг задышал, часто вытянулся, дернулся раз и два, и затих. Глаза на его выпучканном чернилами лице остановились неподвижно. Беме развел руками, скорбно склонил покорно бритое в глубоких складках лицо. — Экзит, — сказал он, — и перевел, помер. В царевичевой комнате объявилась смертная тишина. Слышалось тяжелое дыхание царя, припавшего к телу сына, сморканье, вздохи, покуда с Ивана Великого не ударили в колокол густо на исход души. И в это морозное, дымящееся утро царь еле бредет под рыдающий перезвон кремлевских колоколов. Почти старик он хоронит сына, свою, как он думал, благоцветущую отрасль своего сына, государя-наследника и великого князя Алексея Алексеевича в шестнадцатое лето от его рождения. В смирной одежи царь окружили, ведут его под руки все царевичи Грузинский Николай Давидович, Касимовский Василий Арсланович, да двое сибирских Петр, да Алексея Алексеевича, ближние бояре, окольничьи, всякие чины, торговые иностранные люди, черные люди, весь собор стонет от пенья и плача. Тихонов все же проскочил Красной площадью, несмотря на окрики стрельцов, к москворецким воротам в высокой стене китайского города, добрался до своего дому. Стучали. Ворота распахнулись, дворовая челядь сыпалась со всех углов с кличем «Хозяин приехал». За вазком Тихонов ехал в Басовский двор еще вазок с хозяйской женой Марьей, что ворчала на двух черненьких дочек, потом сани с поклажей. С лестницы сбежал Ульяш. Ой, Ульяш, верный Ульяш, и тот, а все какой-то не тот. В сине высунулась с плача и крестясь Фитинья Марковна, бледная, похудевшая, в черной манатье, в постриге, за ней теснились в трепете другие бабы. Хозяин, поздоровуль, с поклоном склонился Ульяш, слава богу. Тихон и Ульяш встали один против другого, положили руки на плечи один другому. Смотрели, те же да не те. Этот Ульяш вытащил его тогда из кабака на балчуге. Между ними обоими стали прожитые врозь года. Сибирь, воеводы, заботы, остяцкая княжна, светлый протопоп, тихая скорбь по Анне. Почувствовал Тихон, что в нем должно убывать сила, что ли, ведь и душа тронулась пеплом седины. С криком, смехом, слезами поднялись все по лестнице, в сенцы, в горницу, стали разоблакаться, сели. И горница та же самая. Тут писано было когда-то челобитие от городских и посадских людей, что подавал царю он Тихон. Та же горница, а стала как-то тоже мала, что ли. Жизнь обременяла, теснила, как разраставшийся лес, говорила, что вчера ушло, что завтра приводит не то, что сегодня, и от этого слова «завтра» тянуло холодком. А каково оно будет, это завтра? Набилась народу да полна. Червем проползла вперед востроглазая старуха Варварушка, жива была. Она одна, пожалуй, только и осталась такой же, как прежде. Она жила Москвой. Какая там еще Сибирь, ежели на Москве? Вон, а какие дела московские. Тишенька, слыхай, поди. Царевич у нас помер. Да уж какой был он хороший, да умный какой, да ученый. Варварушка, желтой лапкой, высунутый из рукава шушуна, смахнул слезку с глазка. Да что это он, Варварушка? В одночасье помер и, сказывают по Москве, от патриарха проклял его царят патриарх. А как же? Откачнулась она назад. Она-то все знает. Клятву царь великую нарушил у гроба митрополита Филиппа. Бога царь не слушал. Вот его патриарх Анафеме и отдал. Все-то у него у царя ближние мрут. Морозовы оба, да тесть Илья Данилович, да царевич Семен, да царевна Авдотья, да сама царица, а теперь поди к наследник. Неспроста дело. А что кругом деется? На войне наша взяла. Хоть вся хари в крови, а теперь народ встает. Что в Соловках у Зосима да Савватия деется? Монахов стрельцы пушками бьют, а тем небесная рать помогает. Не будут, соловецкие старцы, за царя отступника молиться. Да и все оно тут. По лесам сплошь люди беглые, таборами большими, а на Волге сказывают. Поднялся такой удалой молодец, всех к себе зовет. В парчу, в бархат наряжает, ружье дает, непобедимое. Хочет де тот молодец идти на Москву. Да не что может народ под проклятым царем быть, скажи ты мне. Не зря ведь звезда с метлой по небу плавала. Варварушка обвела взглядом своих слушателей. Все замерли. В темной горнице видно блестят глаза, зубы. Все тут хотели одного — знать, как будет действовать народ, чтобы и самим делать то же. Куда мир, туда и люди. Выждав, Варварушка опять зашептала, — сказывают еще царевич, де против отца шел, за народ. Вот его и нету. А ты смекай. Раз нету, значит, убрали. Кто ж его убрал, — хрипло спросил Ульяш. А кому надо, тот и убрал. Кто против народу, злодей, тот и убрал. Остался царь один, без жены, без сына, без старых слуг. Сбываются пророчества. Молиться? Не замолишь, коли вселенские патриархи своей чудотворной силой и те не смогли Никона перекрыть. Или поверить протопопу Аввакуму, что он в пустозерском остроге говорит, за меня царя молится. Ему протопопу многие верят. Капитоны, пустосвяты и бояре теперь многие за него. Федосья Морозова бросила же во дворец приезд держать. Постриглась, слышно, у себя во дворе в монахине по старой вере. Держит двор бродяг полон. Некому верить царю, разве только одному сердешному дружку, Артамону Сергеевичу. Поднялся царь и с креслом, прошелся по комнате, за окнами стемнело. Заглянул в молельную. Горят свечи, лампады, образа блестят. Молиться? По тысяче поклонов бить. Молиться оно хорошо, когда удача, а если нет удачи, от молитвы только злей на душе. Духа утешителя дам вам. Утешитель! Кто утешит? Кто не подойдет? Спрашивать надо. А как веришь, по-старому либо по-новому? Разделились люди-то. Иной скажет по новой вере, а сам по старой горит. Протопоп-то, сидя в темнице, в посланиях, как наставляет своих хитро. Станет де тебя новый поп исповедовать, а ты де на землю грянься, ноги вверх подыми, слюну пену пусти, подучая, мол, ударила. Так попот сам побежит от тебя. А будет тащить тебя в церкву тот новый поп силой. Он враг божий, и ежели ты того попа и в воду бросишь, не согрешишь. В дверь вошел Матвеев. Улыбается, борода пышная, русая, кафтан статно сидит, шапку в руках, как кота гладит. Царь заулыбался. Изволь, государь, поглядеть, в тайный приказ грамота сошла. Чего вороги твои на Дону творят? Эх, государь, не слушал ты меня, как я сказывал, что прозоровский Иван Семенович не выпускал бы тогда в Астрахани из рук стеньки? А что? Улыбка сошла с лица царя. Изволь, государь, слушать, что за грамоту на Москву шлют с Дону. Читал Матвеев медленно, внятно. Грамота та от Степана Тимофеевича отразена. Пишет вам Степан Тимофеевич всем черным людям, кто хочет государю послужить, да и великому войску донскому, да и мне, Степану Тимофеевичу. И я выслал казаков, и вам бы заодно изменников до мирских кровопивцев выводить начисто, и как мои казаки начнут промысла чинить, и вам тогда все черные люди идти к нам в совет, да и все кабальные да опальные люди шли бы в полки к моим казакам. Промысла чинить, начинать боевые действия. События на Волге нарастали, как приливы в Белом море. Царский указ сказан был на постельном крыльце московским служилам людям и по церквам, и по торжкам объявлен в августе на первое число. Стольники, стряпчие, дворяне московские и жильцы и всяких чинов люди, великий государь, царь и великий князь Алексей Михайлович велел вам сказать. В прошлом, 1669 году, казак Донской Степан Разин, сотоварищи, забыв свое крестное целование, ему, великому государю и всему московскому государству, изменил. И на Волге многое чинил, приказных и торговых людей до смерти побил. И тот вор Стенька от святых соборной церкви отступил, и про Спасителя нашего Иисуса Христа говорил хульные неистовые слова, чего православному христианину и помыслить не можно, и церквей Божьих ставить на Дону, и пение в них никакого петь не велит, и священников с Дону выгнал. И царицынские служилые люди по согласию с тем же Стенькой нам, великому государю, изменили, город Царицын сдали, и воеводу Тимофея Туринова и служилых людей ему Стеньки выдали и в воду пометали. И оставя царицын, пошел он Стенька к Черному Яру и Астрахани, и Черный Яр взяв и воеводу убив, вкинул в воду же. И астраханские стрельцы нам, великому государю, изменили, того Стеньку в город впустили, и боярина и воеводу князя Ивана Семеновича Прозоровского велел Стенька бросить с раскату, а товарищей его и начальных людей, и московских стрельцов, которые к воровству не пристали, побил до смерти. Раскат здесь стена. И корабль наш великий орел, то и Стенька пожег. И как он Стенька пришел с Астрахани на Царицын, и были у него у Стеньки круги многие. Круги здесь собрание. А в кругах тех он Стенька говорил, куда де на Русь идти лучше, Волгою или Доном? И ему Стеньки, те воровские казаки, в кругу говорили, идти де им рекою Доном на Русь, и на Украинные городы не можно, потому де, что Дон река коренная, и как де запустишь городы, что к Дону близко, и у них де на Дону запасов не станет. Украинные здесь окраинные. И для того на те украинные города рекою Доном до Хопром им идти не можно, что де Тамбов да козлов города многолюдны, и там, де дворян и всяких людей много, и они де в тех городах их воровских казаков побьют. А степью им на Русь идти тоже немощно, потому что степью идучи, есть нечего и запасу везти не на чем, стало быть, идти им от рекою Волгой. И сказывают те казаки, будто с ними идут с Дону на Русь, не чай царевич Алексей Алексеевич, да никон патриарх. А всем московским ведомо, что сын наш государь, благоверный царевич и великий князь Алексей Алексеевич, по воле всемогущего Бога, оставя земное царствие, приставился генваря семнадцатого числа, и тело его погребено в соборной церкви архистратига Михаила при нас, великом государе, и при всем народе московского государства. А никон монах в Ферапонтовом монастыре доселе за свои грехи Бога молит. И указали мы, великий государь, быть на нашей службе боярину нашему и воеводам, князю Юрию Алексеевичу Долгорукому, достольнику князю Константину Щербатову. И вы бы, стольники, стряпчие дворяне, московские жильцы, нам, великому государю, за наше великого государя здоровье, и за все московское государство, и за свои домы, служили бы с усердием и со всею службою своею. Ехали бы к Москве тотчас бессрочно, не мешков в домах своих, безо всякие лености. А кому быть на Москве, а кому в войске, в том наш великого государя указ будет сказан завтре. А буде, которые всяких чинов служилые люди, с нашей великого государя службы сбегут, и тем быть казненными смертью безо всякие пощады. Красна золотая осень над Коломенским. А еще красивше той осени резной шкатулой дивного деревянного русского дела стал Коломенский дворец. Поднялись разными видами высокие крутые крыши, и снегу не улежать на них. А и падет снег, еще будет краше тот дворец. Бирюзовые, изумрудные, лазоревые, золотые блещут чешуями те крыши. То круглым куполом, то стройными стрельницами башнями, то могучими присадистыми шатрами, а по прорези золоченых гребней орлы, петухи, кони, львы, сирены, встрофокамилы, листья, травы, цветки, винограды. Кружевами под крышей, рушниками шитыми, причелины, подвески, доски лобовые, коньки разноликие, наличники, светелочные наличники красных окон, доски резные, торцовые. Все с пестрыми узорами, красоты немыслимой, неслыханной, веками на суровом вольном севере, настоянной в мечтах о чудесном солнце. Стоя перед дворцом и ясным днем, и алом золотым вечером, и ночью при полном месяце, улыбался сквозь радостные слезы плотничный староста Семен Петров. Все, что десятками лет, как мед в улье копил он в своей душе от векового искусства предков, все он отдал сразу, миру отдал, пользуйся, радуйся. Идет царь по покоям, чуланам, горницам, гульбищам, хоромам, избам дворца своего. Угрюм, сед, тучин, горбатится, смотрит. Красота! Самоцветами переливаются слюдяные до стеклянные оконницы, на стенах картины, до дерева родовые, до планеты. Стоят столы, стулья, лавки, сундуки, покои и спальные. В царевичевых палатах нету Алеши, теперь там Федя-царевич. Царицына опочивальня тоже пуста, нет царицы. Кругом все новые, незнакомые люди. А около рядом друг сердешный Артамон Сергеевич улыбается. — Что ж, государь, — шепчет, — дело-то теперь о царице. Сумен ты, государь, недобро человеку единому быти. И по косому быстрому взгляду царя понял лукавый царедворец. Согласен царь, дворец Коломенский, как дивный фонарь, нужно в фонарь тот огонек поставить. Глава девятая. Огненный вал. На горе над Волгой стоит город Симбирск. На горе, на Венце, встали рубленый город-крепость Кремль-Симбирске в стенах с башнями, с церквами, а внизу, к самой Волге, посад тоже в стенах острог. Под стенами по берегу рыбами приткнулись сотни Степановых стругов. Захватил разин посады. Мурашами по горе кишат его вольные люди, снуют кто вверх, кто вниз. Обложил атаман крепость Симбирск. Ворота в рубленом городе на Венце затворены, завалены землей, колокола бьют с полох. Стрелецкие кафтаны краснеют на стенах, укрепляют их мешками с мукой, с песком, с землей, с солью, запасают воду в чаны на стенах, на башнях, покрывают стены толстыми парусами, мочат их, забирают на стены камни, бревна, смолу. Московский воевода, окольничий и милославский, Иван Богданович, носится тут же, вместе со стрельцами повелевает брониться. Ждет воевода приступа от разинских людей, от христиан, казаков, монахов, черкас, мордвы, черемис, татар, что заняли уже как две недели внизу, тот острог. В бешеном ожесточении натаскали, насыпали разинские люди под осенними дождями земляной вал с поля вдоль стены рубленого города, бок о бок с той степью. Вот-вот заскочить можно с вала на стену. Тоже заготовили на том валу смолье, смолу, дрова сухие, тащат последнее, что нужно. Сегодня ведра, последнее осеннее, жарко, деревянные стены сухие, надо их свалу запалить, сжечь, перебить врагов своих, воеводу, цареву родню Милославского, стрельцов, московских бояр, поместных да водчинных, приказное семя дьяков да попов, что с боярами заодно народ мучат. Нет, пожечь надо всех к черту, сжечь приказы и земские воеводские избы со всеми книгами, записями и кабалами и уложеньем, чтобы жил весь народ казачьим кругом, вольным обычаям, как живут на Дону. Крикнул ведь он, Степан Тимофеевич, далеко вольный клич. — Братья, мстите вашим мучителям, что хуже турок да татар держали вас в работе. В работе здесь, в рабстве. Я пришел, чтобы даровать вам льготы да волю. Вы мне все братья да дети, и все вы будете так же богаты, как я, если будете храбры да смелы. Иду я истреблять бояр, дворян, приказных людей, всякое чиноначалье, установить по всей Руси казацкое житье, учинить всех людей ровными. Знает вещее слово атаман, подымает оно в общий народ, не боится он, атаман, ни стали, ни свинца, и вы пороху не тратьте, и снарядов не ломайте, — гремит веселая песня. Четверо мужиков поют и тащат длинное бревно с корнем-крюком на комле, чтобы перебросить его мостом с земляного вала на крепостную стену. Меня пулька не тронет и ядрышко не возьмет. Сила земли валом валит за атаманом. Он, где все может, все тысячи его людей — самовицы. Самовицы-очевидцы. И видят они, среди сотен стругов на берегу Волги стоят два струга большие с чуланами за крепким караулом. Один обид весь красным бархатом да узорочными коврами, другой — бархатом черным, а на чулане крест. И на тех стругах за крепким караулом приплыли де с атаманом и живут в красном струге. Самозванный царевич Нечай Алексей Алексеевич, что с Москвы сказывают, от немилостивого царя Алексея отца своего со всем народом сбежал. А в черном струге приплыл, чтобы бога за народ молить, добрый старец-патриарх Никон, которого тоже царь изобидел, с престолу согнал. А чем изобидел? Окружил царь себя чужими греческими попами да немецкими рейторскими полками. Вот она где, чужая-то язва. Нет тем царевым немцам, что попадают в плен в атамановы руки пощады. И пожег он разин, Астрахань на Волге, немцами встроенный царский корабль «Орел», а голландская команда сбежала в Персию. Солнце садилось, красный закат предвещал ветер да бурю. И пришла буря. К ночи загремел со всех сторон грозный крик «Нечай!» Заиграли трубы, забили литавры, пошли черные мужики, довольные казаки, на великий приступ на симбирский Кремль, полезли на венец. Вспыхнули багровые дымно-смоляные да берестяные факелы, ухнули огнем да дымом пушки, большие пищали. Захлопали мушкеты, на земляном валу вспыхнули сплошные костры, и горящие поленья, пылающее смолье, полетели огненным валом на стены, за стены, в самый Кремль. Торопко побежали, заметались под стенами черные тени с топорами, волокли лестницы, крючья, веревки, шесты, багры, лезли с криком, с руганью на стены рубленого города. Встречу сверху им на головы лились огненная смола, кипяток, валились тяжелые бревна, камни, их жгло сбивало с ног, ломало, обрушивало лестницы, разбивало черепа. Люди падали вниз на острые колья, рвали брюхо, ломали руки и ноги, оставались вопя и стеная корчиться, ползать по земле. Огненный вал охватывал Кремль. За стенами занимались огнем избы. Бабы, ревя от ужаса, заливали их водой, таскали на стены воду, мочили паруса, прикрывавшие дерево. Над горящими избами велись, мелькали, загорались птицы, голуби да воробьи падали на землю. Со всех сторон хлопали мушкеты и пистоли, с хрязком рубили топоры да бердыши, бородатые рты извергали бешеные крики, истреблявших друг друга московских людей. «Москва!» Гремела в рубленом городе «Москва!» «Не чай, не чай!» — отзывалась земляного вала. «Давай не чая!» Разин и воевода Милославский встречались то и дело в самых опасных местах, распоряжались в самом пекле, ободряли, кричали, били своих людей. В остервенении боя люди скакали с вала на стену, цепляясь за бревна, лезли на башни, отбросив оружие, катались по горящей стене душа друг друга, разваливали бердышами головы, плечи и груди, пороли друг другу животы за сапожниками. На этом страшном суде гибли самые смелые и отважные. И неизвестно, кому бы досталась победа в ту огненную осеннюю ночь, если бы перед самым серо-розовым первым светом не сыскал Степана Тимофеевича в огне на валу, черный от дыму, его и Саул. — Атаман, с Казани рейтары сухопутьем идут, пригнали наши с Ертаула, должно Борятинский князь. Скрипнув зубами, бросился свинца атаман вниз, во строк, выбежал на башню, пыль впереди, и недут латы блестят. Вскочил на конь, вынесся с казаками вперед, видать, перестраиваясь на ходу, рейсят рейтары все ближе, ближе, полетели в бешеную атаку, схлестнулись обе рати, рубились, дрались впритык. Пуля ударила Разина в ногу. Немецкий в желе закованный офицер хватил его саблей по толстой бараньей шапке, рассек голову, пал атаман. Казаки выхватили раненого из свалки, умчали на берег к стругам, да уплыли сразу на дон. Мужики дрогнули, подались, попятились, побежали наспех к стругам, рейтары обошли, рубили их на берегу, загоняли в воду, топили в Волге. Под саблями рейтар гибли астраханцы, царицынцы, саратовцы, самарцы, а свинца навстречу Борятинскому скатились по горе стрельцы Милославского, ворвались в острог, хватали восставших, убивали, разоружали. Дымит седое утро Князь Юрий Никитич Борятинский указал ставить на берегу виселицы сплошь, вешать на них черных да гулящих людей, и сотни вытянувшихся трупов медленно раскачивались в ветре. Черные вороны подлетывали, кружились над ними, садились им на головы, на плечи, выклевывая прежде всего глаза. Над венцом, над Кремлем курился бурый холодный дым. На валу, на стенах города, бессонно расправлялся воевода Иван Богданович Милославский. Мужики одни висели гроздьями на торчащих из бойниц бревнах, другим отхватывали топорами головы, третьих четвертовали, отсекали заживо руки и ноги, четвертых сажали с победными криками на острые колья. Симбирские посадские, что метнулись сперва балокразину, толклись теперь перепуганно в приказах рубленого города, принося повинную и тут же донося друг на друга. Подьячие еле успевали строчить листы на коленке. А воровские письма те воровским донским людям писывал Дьячок, Любимко, Селиванов, да вести об них разносил Чернослободец, Симбирский, Ивашко, Андреянов. И за Любимкой, и за Ивашкой немедленно же посылались истцы. До полной победы, однако, было еще очень далеко. Огненный вал не ограничивался Симбирском, огонь катился поперек всей московской земли, все вперед. Ни один был атаман разен, валом ни за ним одним валил народ. Явились многие крестьянские атаманы. Из Симбирска выскочил, шел прямо на запад, на Корсун, на Саранск, лихой атаман Михайло Харитонов. Подымал народ, сжег поместье, казнил сплошь начальных да приказных людей. На реку Аку у Касимова выходил атаман Федор Сидоров. Атаман Максим Осипов пробивался на северо-запад, на Аллатрь-Курмыш, подымая крестьянское море в водчинах Бояр-Морозовых в селах Мурашкина, Лыскова, Павлова. Захватив после упорных боев с монахами Макарьевский Желтоводский монастырь, выходил Максим под Нижний Новгород, угрожая перехватом Волги. Атаман Василий Фролов двинулся с Саратова на Пензу, встретился там с Харитоновым, который с Пензы пошел на Керенск и Шацк. Огонь и меч гуляли вовсю, воеводы, приказные дворяне и помещики вырубались, уничтожались начисто, обиженные полным счетом рассчитывались с обидчиками. Кроме основных стратегических направлений были и местные удары. Атаман Чертаус из Мурашкина ударил на Арзамас. Мужицкими отрядами под Арзамасом командовала монахиня Алена, женщина большой отваги и больших военных дарований. Была она из арзамасских крестьянок. Всегда в мужской одежде она дралась с царскими войсками в Кадамском и Темниковском уездах. Ее схватили, пытали и сожгли живой в сбруе по приказу князя Борятинского. — Эх, — говорила старица Алена, уже стоя на костре, — кабы все мужики дрались так, как я, князь Юрий, навострил бы давно от нас лыжи. Кривой атаман Аксен Иванов, перейдя Волгу у Васильсурска, занял Казмодемьянск, а атаман Пономарев, продвигаясь глубоким рейдом вдоль реки Ветлуги, вышел на реку Унжу, взял село Унжу. А дальше на север стояли стеной шумели темные леса, тянулись без конца края на север полные пришлым людям, бежавшим от обид царя, бояр-воевод Дьяков, патриарха Никона, от провежей, от земских ерыжек, от антихристовых, от самого антихриста. Здесь тоже шаил хоть и прикровенно тот же огонь гражданской и религиозной войны. Сюда залетали и разгорались искры московских мятежей соляного и медного. Здесь жили много испытавшие в борьбе люди, клейменные, корноухие, безносые, с рваными ноздрями, с рубленными пальцами рук и ног, искалеченные клиенты, пытошных и разбойных приказов. Ранение и отъезд на дон атамана Степана Разина в самый решающий момент крестьянской войны сломало хребет восстанию. Оно распалось на ряд очагов. Царскому большому воеводе, князю Юрию Долгорукому, все легче становилось ломать сопротивление мельчайших отрядов, отдельных групп. И Долгоруковские воеводы тех дней, Милославский, князья Щербатов и Борятинский, Хитрово, Лихарев и другие, все легче и беспощадней истребляли повстанцев, вешали, стирая с лица земли, а главное — разоряя, выжигая целые деревни и села. — Страшно было смотреть на Арзамас, — пишет современник событий, — где князь Долгорукий сыскивал и истреблял участников восстания. Посады арзамасские были сущим адом, виселицы стояли, как лес, на каждой висело по сорок, по пятьдесят мертвецов. Валялись у плах десятки отрубленных голов, дымились на морозе кровью безголовые трупы, торчали сотни кольев, на которых по два, по три дня сидели побежденные мучи с смертными муками, пока не умирали. В Арзамасе одном казнено было бы двенадцать тысяч мужиков, а всего истреблено было более ста тысяч человек. Даже не принимавшие участия в бунтах крестьяне гибли при этих расправах, одичавшие от крови воеводы не разбирали правых и виноватых. А далеко на севере, за темными лесами, в Белом море, на острове, продолжал гореть еще один очаг восстания — Соловецкий монастырь. Под защитой волн морских, за каменной стеной своей, за пушками и пищалями в руках многочисленной братьи, крепко увязанной своим могучим хозяйством со всем севером до самой Москвы, пылал монастырь вулканом среди Белого моря, оставался в глазах народа единственным центром ненарушенного еще древнего благочестия. И только в бунтующих Соловках видел народ свою свободную старую веру. В северные леса сбегались отовсюду русские люди, туда, где издавна жил и трудился мужественный, обыкший трудностям поморский северный люд новгородского вольного корня, никогда не знавший ни татарского ига, ни крепостного гнета. Здесь они были укрыты пространствами, лесами от бессмысленно жестоких гонений. К западу, от Торного международного пути Волок до Великий Устюг, на Холмогоры и Архангельск, оказалась пробита новая трудная, но безопасная тропа, от Пудожа на Повенец, либо водой через великое озеро Онего, либо в обход его по берегу, а там на Сумский посад и морем на Славки. По стороне лесной этой магистрали тянулось лесное нетронутое раздолье, на сотни и сотни верст ни сел, ни погостов. Сюда, на Славки, спасались с Москвы, с Волги, с Дону, голые, разутые, искалеченные, пытанные, раненые, разоренные телесно, но духом крепкие люди. Ждала их здесь жизнь подвижническая, как в старые прадедовские времена. Опять расчищали они леса, валили дерева, корчевали пни, жгли гари, чтобы распахивать эти ростчисти и на пепле собирать два-три года подряд богатые урожаи, чтобы потом переходить на новое место, снова рубить лес, корчевать пни, пахать, сеять. Зато они не знали жизни вблизи Москвы, где всюду цепи звенят, всюду дыбы, встряски, хомуты распространяют Никонова ученье, всюду кнуты да батаги, облитые кровью свободолюбивых мучеников. Сюда Люд бежал со всех концов московской земли. Старец Иосиф, сбежавший через бойницу с Соловков к воеводе Волхову, показывал в Москве, в распространенных своих речах, что соловецкие монастырские сидельцы собирают к себе многих. Многие из рази на полку приплывают в Соловецкий монастырь, да на берегу есть многие такие. Сидельцы здесь сидевшие в осаде. В Соловецком монастыре, — доносила другая запись показаний, — собрались и заперлись многие воровские и казенные люди, корноухие, и у многих руки сечены, и, когда посмотришь в бане, у редкого человека спина огнем не жжена да кнутом не бита. Корноухие с обрезанными ушами. Блокады Соловков существенно провести было невозможно, тем более в зимнее время, и между монастырем и материком все время оставалась нерушимая связь. Часто карбасы и насады, идущие то по берегам Белого моря из одного места в другое, из Сорок в Кеймь, из Кеми в Сумский острог, а то и с Архангельска, приставали к монастырской пристани, привозили нужный запас и богомольцев, и ратных людей, вступавших в оборону. Изменился в монастыре и работный порядок. Теперь работали уравнительно и поголовно все, без всяких льгот. На монастырских карбасах и посадах, идущих в море за рыбой, были поставлены пушки. За ними гонялись на лодьях стрельцы, и на таких судах иногда разгорались целые морские сражения. Стрельцы подчас захватывали монастырские суда, так был захвачен на рыбной ловле старец Азария, один из главных вдохновителей обороны острова. Затихают бунты, скачут в Москву веселые сиунчеи, там, где бунтовщиков посекли, да перевешили и в другом месте, и жалуют сиунчеев тех царь. Готов и отстроен Коломенский на диво дворец, да не живет в нем царь. Ежедень теперь скачет царская карета в приход Николы Чудотворца, что на столпах между Мясницкой и Покровской в новый дом, в дивные палаты Матвеева Артамона Сергеевича, всего-то думного дворянина. Первый такой дом на Москве строил архитектор из немецкой слободы фон Гюбнер. Нет там в покоях сводов, потолки высокие, ровные, окна большие, застеклены немецким стеклом. В хоромах светло, тепло, душисто, печи стоят голландские, цининные, узорочные, стены расписаны по моде, планетами, еллинскими богами, садами. Цининные, изразцовые. Лавок по стенам и в помине нет. Стоят, тянуты кожей тисненные до золоченой стулья до кресла, резные на итальянское дело. Все в фруктах гирляндами перевиты. Текут те фрукты до цветки самосильно из золоченых корзин. Ножки у стульев до у столов козлиные на копытцах. В шкафах больших карнизы поддерживают полногрудые девы. Над окнами, над дверями рожи смеются узкоглазые с козьими рогами и бороденками. Зеркала в рамках золоченых, в сажень. Часы перезванивают из всех углов. А пуще всего царя смущали картины большие, что на стенах висели. Голые девки да бабы, рыжеволосые, на венецейских алых бархатах. И где? У воды да у скал. В церкви той матвеевской иконостас тоже итальянской работы. Ангелы да святые, белые, румяные, губы красные. Того гляди, захохочут. Грех. Прав же грех. Приедет государь к Сергеичу, ровно у него камень с души. Спокоен у Артамона царь. В теремном дворце народу натолкана. Тесно. Сестры царевны Ирина Михайловна да Анна Михайловна ворчат. Ну, старые девки, а кому их в жены отдашь? Ну, по монастырям ездят, покойник вспоминают. Воздухи, облаченья попам шелками золотом шьют, да в обители вкладывают и больше всего сплетни плетут. Худой ди Артамон человек. Чернокнижник он приворожил царя-то. А какой чернокнижник? Болтают, чего не знают. Просто любопытно царю Картамону ездить. Все-то там по-новому. Приедет, подают напитки новые. Не сбитень, не мед, а чай китайский, кофей турецкий, что теперь в Европах пьют. Пиво в немецкой слободе варят, тоже легкое, светлое, с ног не валит. А особенно полюбил царь шоколад. Подает его немецкая девка в белом чипце, в белом переднике розовая, сама умильная, на серебряном подносе чашка фарфоровая, стакан чистой воды. А пуще всего любит царь. Набрал Сергеич ребят молодых красивых, помост высокий устроил, завеса шелковая. И на том помосте ребята те пляшут, в цимбалы бьют, в бубны, на гуслях играют искусно, складно, вирши сказывают. А то велит позвать из немецкой слободы парней до девок немецких, те комедии разыгрывают, каким обучены. И сидит царь на креслах золоченых на козьих ножках, смотрит, слушает. Ну, удивительно. И все заботы прочь летят. А ежели не досуг скакать самому к Николе на столпах, пишет царь записку, Сергеич, приезжай скорее, дети мои без тебя осиротели, а мне без тебя и посоветоваться не с кем. Царевны шипят, милославские шипят, а колдовал де худородный Артамон царя, больше де Бориса Ивановича Морозова стал. А какое колдовство? Приедет царь к Матвееву. В светлых покоях ласково встречает государя жена Артамона. Взял ее Матвеев из немецкой слободы, из шотландской семьи Гамильтон, лекаря дочка, крещена Авдотьей. Служа в иноземных полках, крепко связался с немцами Матвеев, и понял он, немцы все друг за друга, поэтому сила они в московском государстве. Вон Патрик Гордон после коломенского бунта сказан вскоре же полковником да генералом, в Англию к королю, а царя послом ездил. Сказан, значит, произведен в чин. Что ж ему-то, худородному Артамону, от людей отставать? Чуть не хуже он их. Коли родовитости нет, головой пробиваться надо, а то те столбовые-то затрут. А Матвеева-то, Авдотья-то, Григоидна, царя встречать выходит в чипце черном-бархатном, с белой кисейкой, на розовых ушах, жемчугом шитой. Шея, грудь белая, лебединая, вся, почитай, наружу, для прельщения, а красиво, ничего не скажешь. И по той груди атласной цепка золотая с алмазы. Глаза синие, с поволокой, смотрят смело, открыто, лицо свежее, не то, что у цариц-спокойницы Марьи, что из пуховиков всю жизнь не вылезала, да щеки клюквой красной румянила. Да и разговор смелый, свободный, смеется в алых устах зубы, что кипень щеткой чищены. Ах, вот баба царица! И вся Москва все знает. С сорокой стрекочет одно, ох, хитер Сергеич, не хуже Морозова. Приехал раз к Артамону на двор царь, вышла Авдотья Григорьевна. Не угодно ли государю чоколаду? Как не угодно, смеется царь. И выносит на этот раз венецианский поднос с шоколадом. Девушка уж не немка, русская. И какая девушка! Цветущая молодостью, красотой, что елочка стройная, черноволосая, чело белое, возвышенное. На румяных щеках, улыбка приятная, глаза, черные звезды, смех, россыпь жемчужная, а сама строгая, достепенная. Пьет государь заграничный шоколад, водой холодной запивает, здесь в китой глаз не сводит. А колдовала та девушка московского царя безо всякого чернокнижья. Спросил царь, кто такова? Отвечает Матвеев, наша девоспитанница. А какая воспитанница, коли у нее отец да мать живы, старинного дворянского рода, то русские вотчинники Нарышкины. Сам Нарышкин, Кирилла Полуэктович, полковник, тоже рейтерского строю, друг товарищ Матвеева, и звать ту девку Наташей. Москва гудит, идет де у великих бояр свара между собой, скоро волосье полетят. Худородный-то Матвеев всех бояр Юриковичей обошел, девку к царю вывел. Теперь царь от Матвеева не выходит, кушает индо там. И говорит раз Матвееву царь, а голос томный и дрожит, Сергеич. — Хороша у тебя девка-то, хочешь, жениха ей сыщу? — Кто ж без преданства возьмет, государь? — тихо выговорил Матвеев, будто ему ничего совсем неведомо. — А вот он, жених-то, я, — вымолвил царь, — отдаешь? И Сергеич знал, что делал. Царю в ноги челом, — государь, недостойны мы твоей милости. И дело было московской осенью, легкой и прохладной. А к зиме везде совсем полегчало. Царские воеводы душили народ повсеместно от Дона до Соловков. Известно победители все князья, побежденные все разбойники. Истенька разен уж более не атаман-донской, а вор и бунтовщик. Царь-жених был счастлив, женихался, дарил подарки невесте, а в зимнем мясоеде и свадьбу царскую сыграли. Накануне в Кремлевской палате чуть живой патриарх Иосиф благословлял царя иконы Божией Матери с утра. Царь изволили идти в Успенский собор к обедни. После обедни царя венчал с Натальей Кирилловной Нарышкиной царский духовник, благовещенский протопоп Андрей. Посаженным отцом был князь Адоевский Никит Иванович, Тысяцким — царевич Грузинский Николай Давыдович. А у царского синяка, охраняя сон молодых, ездили боярин-князь Иван Алексеевич Воротынский да думский дворянин Артамон Сергеевич Матвеев. В грановитой палате седьмого февраля был ставлен радостный столб. Крещатые своды, раскинувшиеся ребристо, уширялись, как лилии, потом сходились, упирались в держащие их столпы. Вокруг столпов уделаны были поставцы, блестевшие золотой и серебряной царской утварью и дарами иноземных многочисленных посольств. Пировавшие уже сильно подпили, шум, гомон отдавались под сводами, метались с высоко поднятыми на руках бесконечными блюдами стольники, жильцы да слуги, пели певчие дики. В конце стола, где сидели торговые и выборные люди, шел негромкий разговор. — Невесело у вас в Москве на свадьбах, — говорил именитый гость Строганов. — Вот у нас на Урале, как пойдут плясать, половицы трещат. — Нельзя, как можно, Никита Ананьич, — возразил Пахомов. — Часть власти тут, митрополиты. Сильно постарел Семен Исаакч Пахомов. Тихон босой, встретив с ним в толпе в дворцовых сенях, едва его узнал. Полысел, сник Пахомов. Видно, сильно хватило его морозом осени. Услышав Пахомова, Тихон усмехнулся про себя. — Все тот же, Семен Исаакч. Нельзя, да погоди. — У вас нельзя, ехали бы молодые, к нам на Урал плясать, а то скукота, — говорил Строганов. — Кому скукота, а кому и весело, — проговорил чей-то толстый гость с горячими глазами в синей однорядке до красном кушаке. — Ну, Артамону весело. Ему-то пуще всех полсотни девок в Москву собрали, смотрели невест, а краше Матвеевской девки не нашли. Говорил и говорил толстый гость, и глаза его на бугристом лице искрились весело. — Сказал царь ныне и Артамона, и Нарышкина, в окольничьих обоих дружков. — Это что, — продолжал толстяк, — Нарышкину пожаловал царь еще девяносто тысяч душ-крестьян, немало. Сладка видно цариц-то. — Пимен Алексеевич, да ведь их откуда взять надо? Ведь с землей христианин-то, — говорил Степанов. — Где взять? А на Волге, где бунты были, под Нижним. — Нарышкин, полковник рейторский, он управит. — Под Нижним все Морозовские вотчины, — заметил Пахомов. — Морозовские надо брать, — спокойно возражал толстяк, ухватив с серебряной тарелки половину жареной куры. — Погляди-ка, нет на Перу никого и родни Морозовской. — Где Саковнины-то? — Один Петруха. Урус в князь невесел сидит. Отписывает теперь царь все Морозовские вотчины на себя. Значит, конец Морозовым. Бояре все растащут. Одна осталась Федоси-то боярня. Да сынок, юнош. Звал ее царь на свадьбу. Титлу царицыну говорить не пошла она. Говорить титулу величать с полным титулом. — На царев зов и не пошла, — ахнул Пахомов. — Ни-и! На гамде скорбном не ходит Морозова на царский двор. Эх, съедят бабу, вон, смотри, не конянь-то сидят. Метрополит Павел Крутицкий да Илларион Рязанский чашами звонят друг с другом, вино сладкое пьют. Бояре они, вот верное слово, бояре, как есть только черные, съедят теперь Морозову. Да и правда, Морозова бельмо у царя на глазу. У Морозовой двор, что твой монастырь, все черные кафтаны, сарафаны, да рубахи белые, да монатьи, и дворовые-то в сером. И каждый день на Морозовский двор идут к боярине со всех концов земли старинные люди, черницы да старицы. Правит ими всеми старица Меланья, быстрая, сутулая старуха под черным платом. Из-под плата нос восковой крючком, неистовые глаза, сухие скулы, да подбородок вперед под запавшим ртом. Так Меланью ту и звали игуменье, и скоро сама боярня Федосье запросила ее «постриги да постриги меня в монахине, тайно». Дело было в опочивальне. Боярня сидела, как всегда у постели, мать Меланья на лавке. Встала старуха Славки, бледная, вся в черном, подошла к боярине, воткнула в нее свой горящий взор. — Чего, боярня, городишь? — Ума рехнулась, — сказала она. — Пока ты богато живешь, другим мы помогаем. А прознает царь про постриг, спросит, от всего отреклась, давай имение на меня, да еще спросит, кто постриг. — Не никонианские же попы, а будя позовет он тебя к себе, как пойдешь? — В иноческом образе? Сынок Ваня подрастет, женить надобно скоро, как будешь ты свадьбу править? — А бежать из дому не придется тебе. Куда бежать, как жить? В миру ты живешь, и мир твой монастырь, в миру и подвиг. Мудра мать Миланья знала, жизнь не одним годом совершается, а бояринь-то еще молода, ей бы подвиги совершать, людей сокрушать, а не людей пасти. И указал боярине то сам протопоп Аввакум, как угоняли его царские стрельцы на север к Студенному морю, заповедал Федосии быть у Миланьи в послушании. Да вышло вскоре, широко переставляя березовый пасашок, в смуром кафтане, подхваченном веревкой, с берестяным пестерем на спине вступил в морозовский двор старец Досифей. Могутный, широкоплечий, в черной скуфейке на седых волосках, в липовых лапотках, помолился, попросил пристанище. Мать Миланья обогрела его, покормила, и под вечер Досифей сидел уже у бояриньева почивальни, опрятный, приятный, с мягким северным говорком. Слушали и сама Федосия, и Миланья, и Авдотья, княгиня Урусова и Анна, вдова княгиня Ряполовская. Был Досифей, священно иноком соловецким, и сшел из обители в послушание нести весть про обитель, пробрань ее с никновыми затейниками. Срубил себе хижину малую на отоке моря, жил там с год, написал послание верным. Написав, послал его с богомольцем в Кандалакшу своему человеку, а верный то и человек и обрани послание то на торгу. Подняли простые люди, не бросили, отвезли в Сумский острог воеводе Волохову. Акильев взметнулся воевода, послал в лесные дебри стрельцов искать того воровского песца. Ни одного трех песцов приволокли стрельцы, его до Сефея, да еще двух отцов Пимена до Григория. Пытали. Григорий дерзок на язык был, ему голову в раз отрубили. Пимена в землю хотели закопать, молчал, молчальник он был, ну и молчал. А как одежу сорвали, видят стрельцы, вериги железные на нем, инда в мясо вросли, умилились его терпению, посадили в тюрьму. А до Сефея-то и отпустили. Ласков был до Сефей и обходителен, легка душа. Понес до Сефей проповедь по лесам, что птица песню. Пошел в лобские погосты, собирал людей, жил с ними станами, добро и кротко. Да люди же эти и донесли опять волонец и зоонежский воевода Ливонтьев, замять не Федорович, настиг его до Сефея с вершинами на волоке у деревни Березовой. Многих схватили, а легкий старец ушел. И ходил он по монастырям, и в Палоостровском был, что на озере на Онеге, и в Павенецком крепко там стоят за веру отцов добрые люди. Был и в Каргополе. Спасаются и там старцы от века сего, от Никона, да и оттуда донесли про него в холмогоры. И воевода слал про него стрельцов. А те добрые люди, каргопольцы, видя гибель душевную, собравшись в часовне большой, заперлись. Загорелись своей волею, часовню зажгли. Стрельцы из часовни той два венца бревном тяжким выбили, выволокли человек с шестьдесят, но обгорелые. — Спасли? — спросила бояриня, не сводя напряженных глаз с рассказчика. Тот взглянул строго. Нельзя спастись без огня. Спаслись те, кто огнем крестился и сгорел. А кто из огня выхвачен, все равно в свой огонь попадет в душевный. Да-да. Все это подвиг. А что жизнь вдовье бледная? И уговорила бояриня, постриг бы ее до сифеи тот в монашество, нарек именем Феодоры, поручил бы наставлению матери Мелании. Тот постриг да ушел. Исчез с морозовского двора. С уходом протопопа Аввакума бояриня Федосья знала, обречена она на подвиг. Да как же было ей идти на царскую свадьбу? Присылал к ней царь после боярина Троекурова, выговаривал ей. — Что государь на меня гневается, — говорила она боярину, что смотрел на нее непонимающе, — а ли хочет меня от правой веры отставить? Пусть же будет известно, не помыслю я покинуть отеческую веру, никоновского устава не приму. Как родилась, так и умру. И нечего царю меня корить за веру, семь соборов ту веру утвердили, как мне ее покинуть? Морозова не кинула своей веры, напротив, по мере сил помогала гонимам, оставаясь связной между пустозерским протопопом, Меланьей и между московскими дворцовыми группами противников Матвеева. Были такие. В тюремном дворе подрастала царевна Софья, которой в это время исполнилось четырнадцать лет. Во дворце были еще сильны Салтыковы, Хованские, Долгорукие, Хрущевы, Хилковы, Волконские. Старец Досифей, поставив скид у повенца, основал там новый монастырь. И сам не сидел на месте, окружил все время по своим, бывал в Москве, на Дону, на Волге. К северу от Волги в лесах беглое население, недоступное воеводам и стрельцам, росло и росло в лесах-болотах на берегах извилистой лесной речки Керженца. Оттуда недалеко было до Макарьевской шумной ярмарки, на которой удобно было устанавливать связи с широкими кругами по всей земле. Там возник скит Шарпан, основанный выходцем из Соловков монахом Арсением, возникли и другие скиты, и все их посещал, наставлял, налаживал легкий на ногу великий игумен Досифей. Бояриня Морозова, получая через мизень письма и послания протопопа, пересылаемые его семьей, распространяла их. И шли по Москве и по всем лесам, станам, городам и весям, звенели огненные горькие слова протопоповы. Никон меня в Даурскую землю сослал, а через двенадцать лет снова в Москву меня царь притащил, яко из погребенного мертвеца, и там, в Даурии, всяко на моем хребте делали грешники, А выехал на Русь и на старые беды попал. Видите, видите, наг я есмь, а в вакуум протопоп ногой в землю посажен, и жена моя Настасья с детьми в мизене сидят, и старец Епитаний со мною, и Лазарь-поп тоже в земле сидит, а Соловецкий монастырь от Никониан в осаде. На Москве старца Авраамия, моего сына духовного, да Исаию Салтыкова на костре сожгли. В Боровске полив Ктапапа, и с ним четырнадцать человек сожгли. В Нижнем человека сожгли, в Казани тридцать человек, в Киеве стрельца Иллариона, а по Волге, той живущих в ограде, и в селах, и в деревеньках, тысяча тысяч легли под меч, не хотят принять того, что делается. А иные, чтобы не погибнуть духом, сами собираются во дворе с женами да детьми и жгутся огнем добровольно. Блаженны они! Почивайте, миленькие, до общего воскресения, и о нас молитесь. Мы тоже ту же чашу выпьем, которую вы выпили и уснули вечным сном. То был голос вопиющего, но не в пустыне. Этот голос слышался по всей земле. И царь знал, что протопопов голос несется из пустозерских тундр, гремит, как гром подымает спящих. — Душа моя, душа моя, восстаньи, что спишь ты, конец подходит, говори же ты. Подымайся, окаянная душа, уснула сном погибельным, дремлешь, наевшись и напившись. Атамана Разина, раненого, верные донцы выхватили из боя, умчали тогда из-под Симбирска на Дон, стали с ним станом в земляном городке Кагальники. Печальное возвращение. Осень, дожди, за время похода на Волгу городок развалился, зарос и в Никами. Степан Тимофеевич лежал в землянке, лечился у знахарей. В погожее время требовал открыть дверь землянке, где виден был дон. Сизый по-осеннему в желтых берегах. Раны подживали, нога позволяла бродить по хате. На сердце было смутно. Когда в первый раз вернулся Разин по казачьи с добычей с Охвалынского моря, да с Волги со славой, А пуще всего с золотой казной, люди с Волги бежали на Дон, словно весенний поток в долину, за батькой да за славой. А теперь огненный вал царские воеводы гнали с полудня со степей к берегам Волги, и черный гулящий люд, спасаясь, бежал в северные леса, к студеному морю. С полудня здесь, значит, с юга. На Дону подымали голову домовитые казаки. Народу вокруг Разина не стало, слава его ослабела, сам ранен, поубавилось и золото. Что ж будет дальше? Ежели он будет скликать, собирать опять к себе голодьбу на Дон, царские воеводы с рейтерскими полками, да с новоприборными дворянскими да помещичьими людьми придут туда с огнем и мечом, как они хаживали по Волге, да и за Брюховецким, по правобережной Украине. Сомнет тогда Москва казачьи вольности, найдется у Москвы и воевода, который сядет, не сумнясь, в Черкасске, заберет казачьи клейноды. Клейноды — регалии, воинские символы войскового круга казачьего самоуправления. Сила царя угрюма росла, стало быть, оставалось атаману Корнили Яковлеву одно, своего крестника Степана, что хотела было сделать Москву казацкой столицей, выдавать Москве, мириться Степановой головой. После снежной буранной зимы, как стало пригревать солнышко, захватили обманом домовитые казаки обоих братьев разиных, Степана и Фрола, приковали Степана на цепь в притворе церковном войскового собора, чтобы он не отвел бы стороже глаза, не убежал бы своим колдовством. По весне уж в апреле повезли Степана в Москву, и по всей земле стал утихать народ. Надо бы ведь есть, пить, ребят ростить, жен холить, шарпаньем долго не прожить. Шарпанье — здесь восстание, бунт. Кто в леса убежал, тоже хлеб пашет, уголь жжет, смолу гонит. Кто на посаде сел, за ремесло взялся, за торг, хлеб себе добывают, пусть и невесело стало жить. И Москва с весной опять зашумела, толчется народ на торгах, на площадках, как раньше, живут друг около друга, гоношат помаленьку. Тихон босой уж обозы на Волгу отправил, на Ярославль. Там водой и в Нижний, и в Казань, и в Астрахань. Места-то разорены гражданской войной, а брюхо вчерашнего не помнит, кормить надо. И двинская, беломорская рыба, вологодский хлеб, московский товар двинулись на низ. Дел-то не ждет. Дел было так много, что Тихон уже не видел дней. К старости они летели все стремительнее. Он уже чувствовал себя челноком, который сновал взад и вперед по Москве, и ткал бесконечное полотно для всей земли. Тихон не замечал ни погоды, ни еды, которые кормила его Марья. Он только покупал, продавал, собирал артели, рассылал их во все стороны, слал в Сибирь приказчиков, вел расчеты на таможенном дворе, богател. Уставал душой, обращался просто в купчину, в котором уж трудно было рассмотреть душу. В бородатого старца, забывшего свои молодые дни, захваченного делами, жестокого, словно воевода, ничего не слышащего, кроме дела, словно приказный диак. У царя тоже отлегло на сердце. Скачет ежедень по деревянным мостовым Москвы с громом царские кареты в села Коломенское, Преображенское, Измайловское, где цветут сады, тешится царь с молодой царицей Натальей Кириллной. Великой войны больше нет, народ примолк, последние уголья огненного вала гаснут, и снова горделивые мечтания лезут в царскую голову. Федю царевича скоро надо объявлять наследником, снова заводить речь о польском престоле. Пусть у Ордынна Щекина дело не вышло, зато Матвеев и здесь сулит успех. Надо только вот послать посольством в Рим, к самому римскому папе, тот обязательно поможет. Все душистие май, светлее ночи, яснее круглый месяц, громче соловьи, весенний веселый хмель снова бродит в сердцах, ровно и не было грозных народных боев, а то еще пуще. Подошел июнь, утром хватил теплый дождик, от теплой земли курился душистый туман, на болоте в кабаке было темно, света мало от волоковых окон, да и петухов набилось битком с позаранку полном. Кабак гудел, как мельница о четырех поставах, от крика, брани, песен, да тут и там говорили шепотом, было о чем. Поставы-опоры Размахнулись двери, мелькнул свет, вошел высокий человек в торговой однорядке, прошел боком сквозь толпу к целовальнику, спросил вина. И обернулся к пьющим, оперся спиной об стойку. В вонючем сумраке, склоненные над столами, свесившие лохматые головы в ковши, размахивая руками в лохмоть их рукавов, бедные люди заливали глаза вином. Пришедший оглядел всю застольщину, вздохнул, перекрестился на темный лик, выпил ковш в эти русы и громко крикнул «Братья, народ московский, а ведомо ли тебе, что везут на Москву атамана нашего?» Батьку Степана Тимофеевича везут в железах. Утих мгновенно шум, накатилась мертвая тишина. «Как так?» — крикнул кто-то петушьим горлом. «А так?» — через три дня привезут батьку в Москву, казнят атамана. Загремел кабак, повскакивали пьяные, бессильные люди, с криком опрокидывались, валились назад, за лавки, заблестели заострившиеся глаза, поднялись вверх угрожающие руки. «Батька, атаман! Да мы с ним-то, господи! Как это его везут? Куда он тогда из-под Симбирска девался?» Некому было отвечать. Тот человек в однорядке нырнул в народ, скрылся в ощетинившейся толпе, исчез. Отовсюду узнавала Москва. «Везут! Везут атамана!» Выходило к нему навстречу. Выходили хмурые, озлобленные, прятались за веселыми и задовольными, выглядывали из-за заборов деревьев. 4 июня шли и шли стрелецкие пестрые полки, сверкали бердыши, шли попы с крестами, шли конные рейтеры, блистая доспехами и оружием, шли дворянские выборные полки, сердитый, плотный. На седьмом уже десятке ехал на гнедом широком бахмате, подбоченец, князь Юрий Алексеевич Долгорукий. За ним другие воеводы-победители. Шеи вытягивались, вертелись бороды, платки, очелья, народ глядел во все глаза. За воеводами, в тройку вороных коней, окруженная сплошным сверканием бердышей, грохотала большая телега. На телеге стояла виселица. Под виселицей, прикованной цепью за шею к верхней перекладине, стоял атаман Степан Тимофеевич. Обе его руки были растянуты, прикованы к столбам виселицы, и распятый, одетый в казачье, важный строго смотрел чернобородый вольный казак на могучий, вольный, притихший народ. Оба бессильные помочь друг другу. Гремели тулумбасы, барабаны, колыхаясь, ехала виселица через Красную площадь, мимо Василия Блаженного, к Кремлю, к башне царя Константина и матери Елены, к застенку. В застеночном приказе за столом, за алым сукном, уже ждал, постукивая по столу пальцами, поглядывая в решетку окна, сухой седенький князь Адоевский. Загремели удары по железу, атамана расковывали, повели в застенок. Два дня и две ночи шел расспрос. Два дня и две ночи выдерживал железный человек и дыбу с растяжкой, и ременный кнут, и щипцы каленые, и огонь. И молчал. Молчал, разжигаясь в ненависти, разжигая ненависть и вокруг себя, и на будущие времена. Гибла великая, необихоженная, неуряженная человеческая сила. Гибла воля. Гибла. И, погибая, обрекала на гибель бесконечных людей в будущем. Шестого июня казнили Степана Тимофеевича. Вся Красная площадь над Василием Блаженным была залита народом. Народ стоял вниз под горку, к Москве-реке, к Варварке и смотрел оттуда. Лобное место стояло высоко против Кремля. Утро было ясное, тихое. Тысячи москвичей пришли смотреть, как будут убивать могучего человека. Атамана в кровавых лохмотьях вывели на лобное место, оцепленное сплошь стрельцами, поставили у плахи. В плахе торчал широкий топор. Палач в красной рубахе стоял тут же. Диак в сером кафтане читал равнодушно и долго, вычитывая преступления атамана. Степан Тимофеевич слушал спокойно и важно. Мертвая тишина нарушалась лишь криками, полетом да клекотом галок на крестах храма. Палач зашевелился, двинулся к Разину, взял его под руку, подвел к плахи. Атаман Разин повернулся к Василию Блаженному, перекрестился и со словами «Простите» поклонился народу на все четыре стороны. Народ ответил ему молчаливым поклоном. Палач отрубил Разину сперва правую руку по локоть, потом левую ногу по колено. Атаман молчал. Потом левую руку и правую ногу. Атаман молчал. Палач отрубил Разину, наконец, голову. Голову, руки, ноги вздел на колье. Тулова рассек и тоже посадил на колье. Сердце вырвал и бросил собакам. Народ молчал подавленный, запуганный, униженный, оскорбленный, все помнящий, скрывший огненный гнев под пеплом отчаяния. Пастор Грегори вечером сидел в новом трактире Монса, недавно открытом в немецкой Слободе. Янтарное пиво пенилось пузырями в глиняной большой кружке. Под кружкой лежал войлочный аккуратный кружок. Грегори, худой, жилистый, в черном кафтане, в белом воротнике, человек, седой и краснолицый, пересчитал такие кружочки, лежавшие на столе. Их было четыре. Значит, уже было выпито четыре кружки. Он пил пятую, на сегодня довольным. К пастору за стол подсел купец Келлерман. Горели масляные лампы, дубовые столы были выскоблены до медовой желтизны, бревенчатые стены трактира увешаны были немецкими картинами. На стойке красовался гипсовый с приподнятыми крыльями белый лебедь. Трактир так и звался под лебедем. Хозяин в красном жилете, в вязаном колпаке с кисточкой, присматривал своими добрыми голубыми глазами, чтобы немецкие девушки в красных корсажах с белыми рукавами, в черных бантах на белокурых головах и в белых чулках на сильных ногах быстрее разносили пузырчатое пиво. Трактирщик Монс был доволен, торговля шла хорошо. Довольны были и девушки, смеялись, опуская скромно глазки, когда их поглаживали по задку. Довольны были все посетители, сидевшие за своими столами, со всех сторон гремел утробный смех. Доволен был Келлерман, бледный щуплый немец. У него царь опять набрал индийских яхонтов. Старик-царь, видно, сильно любил свою девку. Ловко подсунул ее царю Матвеев. «О, очень умный человек!» — говорил Келлерман, салютуя усердно синим дымом в нос собеседнику. «Да, Артамон очень умный, сам себя сделал, — согласился и Грегори. Он сегодня вызвал меня к себе. «Грегори», — сказал он, — «слушай, Грегори, ты мой друг?» «Конечно, — говорю, — я твой друг. Артамон взял меня в плен под Вележем, когда я служил в польских войсках». «Ты служил и в шведских войсках?» «Я действительно служил у шведов. Поляки взяли меня в плен, я служил и у поляков. Как теперь служу у московитов? Артамон — умный человек, он вчера вызвал меня к себе. Теперь он богатый человек, у него великолепный дворец. Угостил меня вином и предложил мне дело. Продать что-нибудь? Нет, другое. Он сказал, — «слушай, Ягон, напиши театральную пьесу». «Зачем?» — спросил я. «У царя много забот. Как веселить молодую жену?» — сказал Артамон. «Для молодого мужа театра не нужно». «Ха, правильно, я продал для царицы хорошие яхонты. Кто в старости хочет женской любви, тот должен иметь деньги или театр», — подтвердил Келлерман. Тогда я сказал, Артамон, — «ты знаешь, я офицер, я могу хорошо сражаться». А тот говорит, — «но теперь ты пастор, ты должен говорить». «Пастор, я временно, ты знаешь, Келлерман, войны нет, я был школьный учитель, а ведь очень трудно иметь дело с маленькими чертенятами». «Так ты теперь пастор, ты имеешь дело с крупными дьяволами? Ха-ха-ха!» «Да, хорошо сказано, друг Келлерман, да, это легче». «Так Артамон говорит, — пьесу возьми из Библии, да сделай ее повеселее. Московиты любят веселые пьесы». И ты согласился. «А как же? Можно будет заработать. Царь будет строить себе театр в Преображенском, — говорит Матвеев. Матвеев угодит царю, а кто угодил царю, тот богат. Гордон уже генерал. Шотландцы много хлеба отняли у нас, бедных немцев. Ну и мы еще имеем курятину в супе. Конечно, так значит театр. Как прикажет маэстет». Маэстет немецкий величеством. «Эй, еще два пива!» Как-то уж по первой зиме, как уходил из опочивальни царь, сказала царица государю Ноушко великую радость, зардевшись до самых волос. «Государь, не праздная!» «Лапушка!» — протянул царь обе руки, родная. «Ты сказывала про то кому?» «Тебе первому, государь. Молчи, молчи, берегись от лихого глазу, береги себя. Подарок, пожалуй». Вышел царь из терема светлее солнца, улыбается, ласковые слова всем молвит. В комнату царскую пришел, бояре ждут, а, проходя сенями, видит мальчик, красивый, смелый, кланяется низко. И только уже, сидя в кресле, перед боярами, вспомнил, нахмурился, да это Ванюшка, морозовый Федосье сын, и как это у этой бабы неуемный такой сын, румяный, красивый, складный, а у него, царевичи, все какие-то квелые, бледные, немощные. Эх, родила бы мне царица такого, вот бы я ее любил. Вот Морозова под боком живет рядом, враг она, враг. Вздохнул тяжело царь, бояре, и ты, Сергеич, истинно вам скажу, нет моих сил больше, тяжело мне с Морозовой, с Федосьей. Словно лес в ветер, в разные стороны закачались боярские высокие шапки, густыми голосами заговорили бояре. Так, 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 государь, как изволишь, государь, укажи, государь. Трудно корчевать морозовские корни. Глубоко засадил их покойник Борис Иванович, однако дело пошло. Достиг слушок и до боярыни. В ноябре, на день Максима Юродиова, московского чудотворца, 13 августа, собрала Федосья Прокопьевна своих захребетников, чернецов да черничек, говорит. Теперь уходите, голубчики мои, родные мои, время мое приходит. Идите в леса темные, в расселены глубокие, спасайтесь, молитесь за меня. А уже на Масленице, рано утром, перед тем, как ехать во дворец, князь Петр Семенович Урусов шепнул жене своей Авдотье Прокопьевне тайно. Гневен царь на сестру твою, на Федосью. Не прощает он ее упрямство. Великая скорбь ждет ее. Выгонит царь ее из дому. Запомни, княгиня. Я сбегаю к сестре, испугалась княгиня, упряжу. Иди простись с ней. Да не задерживайся там, схватят ее сегодня. Авдотья простилась с детьми, поехала к сестре, предупредила ее. Просидела у нее весь день и домой не вернулась, осталась ночевать. По темну, в два часа ночи, застучали в ворота, два часа после захода солнца. Боярня поднялась, села на постели. Мучители идут, — сказала она. Матушка-сестричка, — припала к ней княгиня Авдотья, — дерзай, не бойся. Сестры положили по семь поклонов перед иконами и поклялись говорить только правду. Боярня легла в свою постель, а княгиня легла в чулане при опочивальне сестры. По лестнице сеням застучали сапоги, дверь опочивальни распахнулась. Первым входил архимандрит чудового монастыря Иоаким, за ним другие. — Вставай! — крикнул он Морозовой. — Я царя! Вставай или садись, отвечай! Боярня лежала. — Как крестишься? — Вот так! — Морозова показала двуперстие. — Где Меланья? — Было у меня много странников. И Меланьи, и Сидоры, и Карпы, и Александры. Ушли все. Тем временем думный дьяк Ларивон Иванов, обходя покой боярни, заглянул в чулан. Выскочил он, ровно опаленный. Кто это там? — Сестра моя, Авдотья Урусова, княгиня, — сказала Федосья. — Спроси и ее, как крестится. — Не мощно. — Посланы мы только к одной боярине. — А я велю, спрашивай. Иванов, взяв свечу, вошел в чулан, спросил. Княгиня показала запретное двуперстие. Дьяк выставил из чулана голову двумя оперсты. — О, ты побудь, Иванов, здесь, а я сбегаю, доложу государю, — после раздумья сказал Архимандрит. Иванов уселся на лавку, стрельцы топтались в сенях у дверей. Архимандрит на санях скакал в Кремль. Царь с боярами сидел в грановитой палате. — Государь, ни одна бояриня Морозова крестится, эдак-то с ней и сестра ее Авдотья, княгиня Урусова. Забирай обеих. Князь Урусов Петр Степанович был тут же, но смолчал, не посмел. Архимандрит Иоаким вернулся в Морозовский двор и допросил всех собранных домашних, кто как верит. Большинство отперлось. А Ксения Иванова да Анна Соболева признались, по вере отцов мы. И сложили двуперстие. — Ну, бояриня, — сказал, подымаясь с кресел чудовский архимандрит, — не хочешь ты жить покорно, все поперек шло. Приказал государь выгнать тебя из твоего дому. Хватит жить высоко, слезай на низ, встань, уходи. — Не могу ходить, ногами я скорбно, — сказала Морозова. — Слуги, эй! — крикнул Иоаким. — Несите отсюда, бояриню, на кресле. Федосью Прокопьевну подняли, посадили в кресло, понесли. Авдотья пошла сама. В полутемных сенях при свете свечи выскочил было из своего покоя сынок бояриня, юноша Иван Глебович. Поклонился матери, но она его не увидела. Ее снесли в подклеть, где жила челядь, заковали в железо ее и сестру. Обе сидели так несколько дней. Пришел ночью снова дьяк Ларивон, расковал и отвезли их в Чудов монастырь, в Кремль. Допрашивали Павел, митрополит Крутицкий, Иоаким Чудовский да дьяк Иванов. — Все это от твоих старцев бояриня, — выговаривал митрополит Крутицкий. С ними ввозилась, их ученье слушала, вот и дослушалась, под суд попала. Слушай, покорись царю, сын-то не губи. Брось говорить о сыне. Я Богу живу, не сыну. — И ладно, вот есть служебники, службу попы по ним в церкви служат, царь и царица по ним причащаются, а ты как? — Не приемлю. Никонова дело. — Али мы все еретики? — Никон наблевал, а вы все лежите? — Мы все еретики. Да чего с тобой делать? — вскочил Павел. — О Павле архиереи, — вступился архимандрит, — не прокопьевна она. — Не прокопья, соковнена дочь, бесова дочь она. — Беса проклинаю, — вопила бояриня, — веди княгиню. Допрашивала беих до десятого часа ночи. Отвезли назад в клеть, сковали ноги. Было снежное, тихое утро, когда пришел дьяк снова на Морозовский двор. Сестер расковали, надели боярине цепи на шею да на руки. Она поцеловала их. — Павловы те узы на мне, — сказала она, — слава богу. Вывели, посадили на дровни, кругом стояли свои бесчисленные домашние. Густо к Морозовскому двору бежал, собирался народ. Прибежала и Анна Ряполовская, княгиня, затерявшись в толпе. И повезли бояриню Морозову на дровнях открыто и с бесчестием. За дровнем бежал, валил народ в Кремль через Красную площадь. Еще бы! Позорно! В простых дровнях везли перед всем народом первую по Москве бояриню, которая ездила в карете с серебром, запряженной двенадцатью конями, в кованной серебром сбруе. Везли медленно. Народ валил волом, поспешала, увязая в снегу княгиня Урусова. Бояриня Морозова в смирной своей шубе сидела, вытянувшись. Прямая, как стрела, звенела гордо цепями. Было около полудня. Тихон Басой сидел в харчевне гостиного ряда за сбитнем. Говорил с Панферовым, Федором Ивановичем, надо было заготовить валеных шапок да рукавиц для Сибири на ту зиму. Цены были подходящие. Панферов был человек верный, готовились было ударить по рукам, когда огромная толпа народа, валившая за дровнями с Морозовой, привлекла внимание Тихона. — Выйдем-ка, Федор Иванович, кого ж-то везут. — Бояриню Морозову народу кажутся! — уронил, пробегая мимо, легконогий половой с братиной на подносе. Вся Москва знала, что творилось у Егория на холме, у Морозовых, хорошо понимала, что царь здесь рвется своим старомосковским прошлым. Ни бояриню Морозову то везли на дровнях, это везли Морозовых, ломали души тех, кто еще держался за старину. Дровни двигались медленно вдоль гостиного ряда, поворачивали к спасским воротам. С рундука Тихон видел бледное лицо с закованными в темные круги бешено горящими глазами. Худая рука была поднята высоко, три пальца пригнуты, два пальца вытянуты вверх, словно рвали само небо, а тучи как раз взмахнули полой овчинной шубы, заклубились, открылось предвесение солнца, ослепительно засиял снег. Люди, толпясь, тесня друг друга, бежали за дровнями, что легко уносила одна гнидая лошаденка, бежали за этим горящим взглядом, за этой жгучей высокой правдой, которая сама настолько больше жизни, что может отбросить прочь и саму жизнь. Тихон стоял на крыльце с листом бумаги в руках, на котором только что писали они с Панферовым свои расчеты, все забыв захваченной зрелищем молчаливой толпы. И вдруг, вблизи от крыльца в толпе, он увидел Анну, свою Анну. В каптуре, покрытая в роспуск ковровым платом, в красной шубе, она тоже спешила за Морозовой, за санями, все забывая, отрешенная от земли, с лицом залитым слезами, посидевшая, постаревшая, но по-прежнему прекрасная. Каптура здесь санит. Тихон услыхал ее голос, грудной, единственный на всю жизнь голос любимой женщины. — Уж и где, братцы, будем, эх, дни дневати, ночи ночевати, эх, будем дни дневати, ночи ночевати, да, эх, в синем море! — Анна! — вскрикнул он негромко, — Аньша! Она не услышала. Она уходила, бежала за бояриней Морозовой, спешила за этим черным людям, обреченным добровольному страданию, требующим высокого милосердия. А он оставался на крыльце харчевни, обреченной делам, промыслом, торговле, всей той плотной ткани повседневности, которая в этот миг оказалась прорванной, как февральские тучи. Тихон стоял на рундуке, весенний ветер трепал его поседевшие кудри, он смотрел туда, как безвозвратно навсегда уходила от него юность, его единственная любовь — Анна! Гнидая лошадка, потрясывая ушами, усердно переставляя ноги, уже ввозила дровни в спаские ворота. Проехали мимо чудова монастыря, мимо царева верха, и напрасно тут гремела бояриня своими цепями, царь к окну не подошел. Морозову заперли в подворье Печорского монастыря, под караул двух стрелецких голов до девяти стрельцов, а в дотью отвезли в Алексеевский монастырь, держали тоже в цепях. Тем временем на Морозовском двору у Егория на холме приключилось несчастье. Вонюшка Морозов, последний из Морозовых, заболел и помер. Ах, нула загудела вся Москва, царь-то посылал к нему своих немецких лекарей, так оно и есть, залечили проклятые. Федосия Прокопьевна в своем заточении рыдала в отчаянии. — Сын мой, сын мой, погубила тебя, отступники! От этих неясных досадных дел рос гнев царя, обратился на других родных, братьев Федосии, обоих Саковниных, Федора да Алексея, царь услал из Москвы одного в рыбную слободу другого, в Чугуев. Все земельные имения Морозовых после смерти Ивана Глебовича были конфискованы, отписаны на государя и розданы другим боярам. Все драгоценности, весь обиход раскрадены. Морозовы стали нищими. Новый патриарх Петерим, всегда бывший противником Никона, повел даже такую речь с царем. — Великий государь, вот тебе мой сказ. Освободи ты, боярня-то, избу ее отдай ей, дай ей сотню мужиков, чтоб жила. Сестру Авдотью отошли мужу. Бабы они, ну что они понимают, а какая слава про тебя идет по Москве? Эх, царь вскочил с кресла, ахая, затопал больными ногами владыка святый. Я бы давно бы так сделал. Да люта больно Морозова, бронит, поносит меня по всей Москве. Зло моей голове от нее. Ты сам, владыка. Да проси ее, да как укажешь, так и сотворим. Ночью в чудов снова собрались митрополит Крутицкий, Павел, много архиереев, бояр. Приехал и патриарх. Привезли опять на дровнях боярыню, посадили перед собравшимися, как была в шубе в Треухе. — Или тебе цепи так полюбились, что ты с ними расстаться не хочешь? — спросил патриарх. — Полюбила я их, — сверкнув глазами, ответила Морозова. Апостол Павел носил цепи. — Брось, безумье! — возвысил голос Петерим. — Брось! Доколе будешь возмущать царскую душу, приобщись к нам, к соборной церкви, исповедуйся. — Кому? — Много попов на Москве? — Много. А истинах-то нету. — Я, патриарх, хоть и стар, исповедую, сам приобщу тебя. — Сам, сам! Не знаю, что ты сказываешь. Иль ты какой особый? Не как все? Ты чью волю творишь? Был ты крутицким митрополитом, носил старый клобук, уважали мы тебя. А теперь рогатый на себя вздел. Ну, к чему? Я тебя причащу. Не прошу я твоей службы. Патриарх встал с лавки. Облачите меня. Я ее помажу миром. Может, бросит безумие. И когда, облаченный в саккос, в омофор, в сверкающую митру, патриарх подошел вместе с митрополитом Крутицким к Морозовой, тахать и больная ногами вскочила против него, как борец. Митрополит, поддерживая одной рукой патриарха, другой хотел приподнять треух у нее на лбу Морозова, силой отбросила его руку. А ты иди, не касайся нашего лица, или не знаешь, кто я. Патриарх тянул к ее лицу спицу со священным маслом, а она вопила «не губи меня твоим маслом грешную», и, оттолкнув патриарха, гремела цепями «почему на мне эти цепи? Да не хочу я вам всем повиноваться, ничему вашему, ступайте-ка прочь, не нужны мне ваши злые святыни». «Ой, исчадье ехиднина, вражья дочь, страдница!» «Страдница» — значит, грубая баба-мужичка. «Вот ты какая! Сбейте ее с ног!» — ревел патриарх медведям. «На цепях, как пса волочите, утром в сруб ее пожечь, пожечь». Морозова упала на пол, ее волокли за цепи, и, катясь вниз по лестнице, она головой стучала по ступенькам. Патриарх наутро приехал к царю, жаловался. «А царь?» «Да я ж тебе сказывал, какова она, я-то давно знаю ее нрав. Сколько лет я терплю от нее, и чего делать не знаю». Ночью снова привезли обеих сестер на Ямской двор в Кремль, и князь Воротынский, Адоевский да Волынский пытали обеих, на дыбу подымали обнаженных, кнутом били, жали досками мерзлыми груди. Морозова и Урусова не уступили. Патриарх утром на думе у царя требовал сжечь обеих в срубе на болоте. Уши сруб поставили готово. Да бояре не потянули на это. Дело затягивалось. Бояриню Морозову заточили было в Новодевичий монастырь под надзор Игуменьи. И Новодевичий монастырь стал местом поклонения. Бояриня стали к Морозовой ездить толпами, рыдванами своими двор сплошь заставляли. Все смотрят, ахают. Пришлось ее переводить в другое место. Куда? — Государь, брат, — сказала царю старшая его сестра, царевна Ирина Михайловна, — ей неправо творишь. Морозову боярню с места на место возят. Народ смеется, отпусти ты ее. — И ты ей дечишь, — закричал неистово царь. — Дечишь, значит, потворствуешь. Ага, ладно, я найду ей место, найду. Не будут к ней ездить бояриня языками блекотать. В Боровск ее, в земляную тюрьму, сруб в землю зарыть, чтоб света не видала до смерти. Царь задыхался, так он был взволнован, хватался за сердце. К тому же молодая жена, Наталья Кирилловна, была на сносях, вот-вот должна родить. И скоро переписанные в далеких лесных дебрях, в землянках, в кельях монастырей, на берегах Синих озер, в посадских избах, загуляют, пойдут куда шире, чем по Москве, обличающие протопоповы огненные слова. Ты, душа моя, смотри, кто с тобою, бояриня Федосия Прокопьевна Морозова и сестра ее, Авдотья Прокопьевна, княгиня Урусова, Мучается в Боровске, в землю закопано, во многих муках, в пытках и в домов разорении, и голодует, и жаждет. Жены они немощные, а со зверем борются. Чудо, девиться надо сему. Как так? Восемь тысяч крестьян имея, домового заводу больше двухсот, тысяч было рублев. Сына не пощадила наследника всему. Другая сестра тоже детей имела, а ныне вместо парчевых постелей в землю закопаны, сидят за старое православие. А ты, душа моя, много ли имеешь по сравнению с ними? Моток да горшок разве, да лапти на ногах. Безумная, ну-ка, воспрянь, говори правду, не укрывайся. Какого времени еще ждать лучше? Само небесное царство в рот валится, а ты откладываешь, говоришь, дети малы, жена молода. Разорять дом не хочется. А боярыни-то обе какие дома бросили? А ты, демужик, оглупей тех баб, нет в тебе настоящего ума. Ну, детей вырастешь, переженишь, утешишь жену. А потом-то ведь в гроб тоже смерть, да не та же, еще не за Христа, а так, как всем в мире. А кто не ради правды помер, плюнуть на них. Не для того мы в мир пришли, чтоб на кроватях пышных почивать, а чтобы в трудах жить. Христианское то терпение мучительно. А потом в радости забудем все, как баба беременная мучится бедная перед родинами, а как родила ребенка, так все забыла. И тогда мертвенные тела наши будут оживлены, и что ребенок из брюха из земли снова вылезем из матери нашей. И пока отвергают вас от своих собраний, а то и просто убьют вас, ровно дело доброе службу сослужит. Так гремел из пустоозерска в тундре на берегу Студеного моря протопоп, а в вакуум в земле закопан. Ушла бояриня Морозова из Москвы, больше не вернулась никогда в свой родной город. Время шло, и 30 мая 1672 года ранним утром Москва проснулась потрясенная оглушительным звоном всех колоколов в церквах. Ночью родился царевич Петр. Глава десятая. Театр и костры. Снега тундры, как сахар, сверкают твердым настом. Закинув за спину ветвистые рога, олени под невысоким бледным солнцем легким своим топотком тащат по насту черные нарты. Снега завалили, сравняли, погребли все озеро и длинную вдавшуюся в него косу и могучую печору. Только кое-где торчит из подснежных перевоев черная березка, искорежная ветрами с океана, да на горизонте сверкают торосы на пустом озере. В сплошной белизне малый острожек с почернелыми стенами и башнями, рубленными из леса, что сплавлен когда-то сюда по печоре. Это пустозерский острог. Московская северо-восточная крепость ставлена для собирания царева Ясака с самояди дозырян. Да еще на случай, ежели со студенного океана пожалуют сюда непрошенные гости, норвежские, датские, шведские, голландские, английские вооруженные охотники, пройди светы. А кроме стрельцов, да приказных, всего двадцать восемь семей живет в Остроге, да четыре вдовы с ребятами, да стоит там двадцать шесть дворов брошенных, кто успел, сбежал в Сибирь, кто не успел, помер с голоду. Воевода Ниелов недавно согнал на казенную работу все население города строить тюрьму. Был там поставлен тюремный двор, длиннику да поперешнику по десять сожжен кругом, высокий тын торчмя, крепкие ворота, у ворот изба караульная, во дворе четыре избы, каждая за забором. В тех избах сидят четверо — протопоп Абвакум, поп Лазарь, дьякон Федор, монах-старец Епифаний. Все неукротимые противники никоновских затеек. Из-за высокого тына ничего не видят они из всего божьего мира, кроме снегов, северных сияний, бревенчатых стен, скудной березки летом, да еще постоянного полуголода. — Корму твоего, государь, дают нам попуду муки на человека в месяц. Хорошо бы, государь, и поболе для нищей нашей братьи за твое спасение, — писал царю Алексею протопоп Абвакум. А поп Лазарь из Романова бил челом. Мы в тесных темницах, запертых, хлеба нам по полтора фунта на сутки, и псам того больше метают, а соли и вовсе не дают. А одежонок нету, срамно и на го ходим. Заточены эти люди безнадежно, без сроков, похоронены в тесных избушках, в вечном затворе на хлебе да на воде. Двое из них — поп Лазарь и старец Епифаний, прежде чем быть сосланными в пустозерк с другими, по особому приговору бояры-царя были казнены. Стрелецкий голова Василий Бухвостов со стрельцы вывел еще их в Москве на болото и отрезал им языки. Оторванные от жизни, от мира, от людей, сжатые на тюремном дворе, томимые долгими бесконечными ночами, заваленные снегами, прокуренные до черноты дымом, могучие физически, эти четыре узника тем напряженнее и страстнее заняты были в своем одиночестве одним. Они как бы стояли все время перед судом своих гонителей, защищали свою правду, изобличали их неправду, взывали к народу, просили у него помощи, обличали мучителей. Лишенный книг они изощряли до предела свою бесконечную память, вели страстную полемику с противниками, они писали обличения, призывы, послания. И тюремный маленький двор за тыном в гиблой тундре оказывался связанным со всей землей, обращался к ней, говорил, звал, подымал на борьбу. Отрекшиеся от мира, посаженные в заточенье, они стали первыми свободными мыслителями и пророками народа. Воеводе Ниелову указано было держать их под строгим надзором. Куда там? У воеводы своих лопот и так довольно. Самоеды с севера, да обдорские остяки, съехались на тысячах оленей, явились на пустозеро, захватили силой рыболовецкую снасть у жителей Острога. Воевода погнал за помощью в Холмогоры, просил пятьсот, прискакал на оленях пятьдесят стрельцов. Воевода, к тому же, имел и другие задания — собрать людей, послать на остров Вайгач, на Урал, сыскивать там руды про государя, где-то уж присматривать за попами. А этим людям нечего было терять. Чего им было бояться? Сама смерть была бы для них избавленьем. Погребенная в тундрах, в болотах, во мхах, в снегах, тюрьма стала трибуной, с которой они обращались ко всему миру и к царю, и к народу. Поп Лазарь писал из тундры царю, и его голос достигал в кремлевские палаты. Мне палач язык вытащил да отрезал под самые вилки. Не милостива твоя царская казнь, а я все равно стал говорить, свидетельствовать правду. Чем больше было страдания этих обреченных людей, тем больше правды говорили они. Языком хоть резаным да свободным проповедую я истинное благочестие, рукой вольной пишу послание. — Облыгают нас тебе, великому государю, — сказывают, — одни только мы за отеческие законы, ей-ей не одни мы. Есть на Руси великой сотни тысяч людей, что готовы помереть за правду, а из-за насилия и страха властей они остаются неизвестны, молчат. — Ах, как, великий государь, мы страдаем! На медни ко мне в темницу сотник ворвался, пьяный, бронится. А я что могу? На шее у меня цепь, на ногах кандалы. Писания пустозерских сидельцев, как именовались эти люди, в одной части своей были разного рода челобитными, которые шли через руки воеводы, в другой — богословскими полемическими сочинениями, из которых одни воеводы отправлялись, другие задерживались, что бесконечно осложняло его обязанности. Вторая часть этих писаний — послание верным, наставление, личные письма, пламенная публицистика — тайно перебрасывалась на мизень, в окладникову Слободу, где протопопица Настасья Марковна жила большим гнездом с очадами и домочадцами. Из Москвы позднее туда же были сосланы старшие сыны протопопа Иван с семьей Прокоп, а также верный ученик, молодой ремесленник Веревочник Лука. Тут же жили три дочери протопопа, да с ними же друзья его семьи, вдова Фитинья Егоровна с сыном. Младший сын протопопа Афанасий уже учился, и в семье протопопа жил его учитель Григорий. Тут же с ними жил и Федор Юродивый. Послания из Пустозерска в окладниковой Слободе переписывались, множились и пересылались далее на Москву и на Соловки, и всюду, куда всегда можно было найти Аказию. С Москвы на Мизейне, на Печору приходили посылки, особенно пока жива была царица Мария, да пока еще Бояриня Морозова оставалась на свободе. Применялась и нехитрая конспирация. Один из сидевших в Пустозерске вместе с Аввакумом, старец Епифаний, делал кедровые кипарисовые кресты, в некоторых он искусно вырезал потайные ящички, куда Аввакум и помещал письма. Бывало, Епифаний вырезал такие ящички в древках стрелецких бердышей, и нужное письмо точно доставлялось в Москву. Все, что делалось у царя наверху в Кремле, хорошо было известно по всей Москве, из разговоров и шепотков, а, стало быть, становилось известным и на Пустом озере. Горячо обсуждалось все растущее увлечение царя западными вкусами, что становилось темой для посланий протопоповых наставлений царю. Смелые слова ходили по земле московской в те дни, когда черный народ подымался в крестьянских восстаниях, когда огненный вал пылал от Дона до Соловков, когда атаман Разин казачьими свободными кругами подымал мужичье на Волге. Митрополит Павел Крутицкий, поняв силу движения, забил тревогу и бросился расследовать это дело. В Москве, на Мизене и в Пустозерске были схвачены письма. Майор Елагин, начальный человек одного из рейтерских полков, получает пятьдесят рублев прогонов и в Великом посту скачет в Окладникову Слободу, потом в Пустозерск, чтобы тушить пожар и в Мизенской, и в Печорской тундрах. На Мизене майор Елагин схватил старших сыновей протопопа и приказал их повесить, ежели не отрекутся от верований отца. Иван и Прокоп не устояли, отреклись, а протопопец Анастасия Марковна не отреклась, и майор Елагин посадил всех троих в подземную тюрьму, в сруб, закопанный в землю, с одним лазом наверху. Старого друга семьи, Федора Юродиова, Елагин просто повесил. На допрос стал молодой парень Лука-веревочник. — Как крестишься, — сказывай. — Как учил отец мой духовный протопоп? Майор повесил и Луку, и поскакал на оленях дальше, в Пустозерск. На Страстной неделе, перед самой Пасхой, майор Елагин, добравшись до Пустозерска, начал там сыск и вел до конца Страстной недели и всю святую неделю. Северная весна вступала в свои права, пригревала солнце, хизнули снега, с звонкими криками тянули на север лебеди, утки, гагары, гуси. Озера залились теплой водой, стали голубыми, покраснели, пожелтели ивы и вербы, запестрели оживающие мхи, красные, желтые, голубые. Изумрудными щетками на припеках полезла трава из земли, ромашка, тысячелистник, чернобыльник, мать-мачеха, щавель, дикая рожь, дикий лук. Зазеленели кое-где на тундре седыми мхами увешанные листьевницы. Майор Елагин приказал всем четырем пустозерским сидельцам написать собственной рукой отказ от старой веры по статьям, отказ от двуперстия, признания московских соборов и восточных патриархов. И четыре сидельца перед майором не написали ничего, отказались наотрез от всех царских милостей, от самой свободы. Патриархов и их соборы они прокляли, заявили Елагину, что Деникон — волк, ересиарх, несущий разор в церковь и в землю. Ересиарх — здесь глава еретиков. Три дня убеждали их воевода и майор, и все без успеха. За преступлением следует наказание. На Фомино воскресенье, первое по Пасхе, все скудное население Пустозерска в теплый день было согнано на площадь у Преображенского собора, где на готове были плахи, торчали топоры, стояли стрельцы. Стрельцы вывели из тюрьмы на площадь всех четырех протопопа, попа, дьякона да монаха. И, дьяни, прощались с взволнованными собравшимися, выкрикивали «Помираем мы за правду, Никон — волк губящий». У плахи все четверо обреченных благословили друг друга, обнялись, простились. — Вот наш алтарь, — сказал протопоп, указывая на плаху. Забил барабан, шли воевода да майор Елагин. Дьяк зачитал приговор. Царь указал, и бояре приговорили, тебе, Аввакум, за место смертной казни сидеть до смерти в подземной тюрьме, на хлебе да на воде, остальным троим обрезать языки, отсечь правые руки и сидеть всем под землей же. Протопоп, услыхав приговор, плюнул с сердца на землю и сказал, — «На муки плюю и сморкаю, нет их, умру, а правды не предам». — Уходи отсюда, распоп, — крикнул майор Елагин, — твое дело кончено. — Зачем ты разлучаешь меня с братьями? — кричал протопоп, — я с ними, казни меня. Протопопа стрельцы сволокли в тюрьму. Добредя до тюрьмы, казненные намазали раны смолой, перевязали. Есть они смогли лишь на двенадцатый день. Не елов воевода, тем временем спешно перестраивал тюрьму, четыре избушки, сажень в квадрате каждая, зарыли глубоко в землю, наверху оставили окошко для хлеба и дров. Четверо добрых, сильных, умных людей были погребены заживо. Темно-темно, дымно, когда топилась печь по-черному, люди лежали на земле, чтобы не задохнуться. Лавками они не пользовались, сидели на земле. Отбросы выбрасывали через потолок. Писать все они уже не могли, писал теперь один протопоп. И как только грозный майор ускакал на тряской нарте на оленях, протопоп стал разбирать и громить порядок никонианского богослужения, его льстивость к земным властям. Как в церкви на службе при переносе нынче льстя царя поминают, благочестивейшего, тишайшего, самодержавнейшего государя нашего, такого-сякого великого, больше всех святых от века. А царет в те поры и думает, будто и впрямь таков, святей его нет. Вот гордость какая! Да богу мерзко от гордеца даже доброе дело. В Патерике писано, Патерик — сборник житийной литературы, Когда человека в лицо хвалишь, сатане его предаешь. Никогда такого не слыхано, кто бы приказывал бы сам себя в лицо святым звать, разве Новохудоносор Вавилонский? А то приступу нет, бог где я? Кто мне равен, разве бог небесный? Он на небе, а я на земле в ровне. А теперь что? Где это указано, что царь церковью может править, да догматы изменять? Царь должен церковь оберегать, а не учить, как верить, как пальцы складывать. Это дело настоящих истинных пастырей, а нечего тоже тут и тех пастырей слушать, Которые за час и так, и сяк могут перевернуться. Это не пастыри, а волки. Души губят, а не спасают. Готовы они невинную кровь проливать и исповедников в огонь сажать. Они для того и становятся, как земские ярышки. Что ему велят, то и творят. Только и знают, добро, государь, хорошо, государь, кто таков Павел, митрополит Крутицкий. Мерзко и говорить. Любодей, церковный кровоядец, убийца души губ, пес борзой, готов зайцев христовых ловить, да в огонь сажать. И в нашей России, как враг, развратил церковь, много пагубы было за последние двадцать три года, и мор на всю землю, и война, и междоусобная война, и кровь льется беспрестанно за игрушки начальных людей. Государь, перестань жалить кровь невинных, погости печь, в которой горят рабы божьи в Боровске, в Казани, отпусти тех, кто в земляных тюрьмах сидит, порви цепи тех, что сидят в темницах. Бояриня-то Морозова в Боровске, в земле сидя, кукует, как кукушка. Кукуй, бедная, светлый венец над тобой, и Авдотья, княгиня, кукул! Пострижена ты уж ныноча, инокиня схимница Феодора, миленькая моя, вот так бы надобно и царя того Алексея Михайловича постричь бедного, пускай поплачет хоть небольшое время. На чудесил много горюн в жизни сей, как козел, скача по холмам, ветер гоняя, летая по аэру, как птица, ища святых людей, как бы их в ад с собой свести. Как паучок, поймав мушку в свои нехитрые тенета, потом деятельно и ловко обвивает ее тонкими паутинками, так в Москве старательно вил свои нити худородный Артамон Матвеев около стареющего, тучного, слабого ногами, влюбленного в молодую жену царя. Матвеев учитывал все, чего хотелось царю, делал все, чтобы удовлетворить каждое его желание, а первым и главным у царя было желание покоя. Устал царь Алексей, теперь его манили спокойные дни в пестром, чудном дворце села Коломенского, рядом с прекрасной, юной, умной женой. То была не старая жена Марья-царица, что по ночам не давала спать мужу, то печалуясь об Аввакуме, об родственниках, то наговаривая на Никона, то просто-напросто бронясь, ежели он, царь, вдруг пристальней, чем положено, взглянет на какую-нибудь сенную девку. А что такого, он царь, ему все можно. Наталья была тиха, приветлива, спокойна, ненавязчива, ничего ни за кого никогда не просила, а ловила сама каждое желание царя, чтобы передать его отцу. Кирилла же Полуэктович сейчас же ехал к Артамону. Триумвират. Артамон Сергеевич Матвеев, Кирилла Полуэктович Нарышкин, да еще жестокий каратель народной войны князь Юрий Алексеевич Долгорукий, неожиданно и прочно взял в свои руки силу закованных в железный лат и рейтер и все возможности немецкой слободы. Чернокнижник, шумела про Матвеева Москва, с дьяволом знается, царь во всем из рук его смотрит. А тут еще всесильный и ближний боярин Ордын-Нащекин Афанасий Лаврентич ушел от царской службы. Матвеев ловко опрокинул соперника. Ордын-Нащекин имел неосторожность слишком прямо заявить царю, что поляки де никогда не пойдут на то, чтобы выбрать московского царя польским крулем. Что все эти затеи — зряшная трата серебра до соболей, а их и так мало становится у Москвы. Удар был беспощаден. Бил он по любимой мечте царя — стать государем христианского мира, и царь не простил этого. Ордын-Нащекин, уйдя со службы, постригся в монахи, в Крепецкий монастырь, что под его родным Псковым. Ушел мягко, уступил путь к государственным делам. И другой боярин, Ртищев Федор Михайлович, занялся благотворительностью за свой доцарский счет. Основал богодельни больницы, где немецкие врачи лечили русский люд. Заботился, чтобы земские ярышки подбирали пьяных на улицах Москвы. И, может быть, потрясенный размахом крестьянской войны, вспоминая то время, когда ему приходилось прятаться от разъяренного народа во время Коломенского восстания, он даром отдал крестьянам свои земли в Арзамасском уезде, как раз в том месте, где наиболее жарко пылало восстание. Видно было, что ласковый и несильный боярин уже строит душу, готовясь к смерти, что он уже не жилец на всем свете. Артамон Матвеев становился всесилен. Царь наградил его пышными титулами наместника Серпуховского и иных городов, дворецкого боярина, царской печати и государевых посольских дел оберегателя, начальника приказов Стрелецкого, Казанского и других, главного судьи, начальника денежного двора, ближнего боярина. В руках Артамона таким образом были сосредоточены военные силы, экономика, иностранные дела и в качестве ближнего боярина возможность постоянного доклада царю. А основу этой своей силы Матвеев видел в немецкой слободе. Рейтерские в железные латы кованые конные полки разгромили бунты черного люда в Москве, разгромили крестьянское восстание, удержали Симбирск с немецкими военными людьми. И Матвеева объединяла давняя дружба. Исправляя ошибку Ордынна Щекина, снова завлекая и теша царя мечтаниями об едином православном царстве, Матвеев подготавляет в это время большое посольство в Европу, в Польшу, Бранденбург, Данию, с целью уговорить правительство этих стран заключить союз против Турции, чтобы выгнать турок из Европы. Бранденбург было тогда государство на территории Германии. Для этого Польша должна была объединиться в личной унии с Москвой. Польским королем должен был быть поставлен царевич Федор. Чтобы придать видимость прочности этого замысла, Матвеев предложил царю, чтобы это посольство посетило Рим, и чтобы московский посол, изложив все такие замыслы московского царя римскому папе, просил его помощи. Во главе посольства Матвеев поставил опять-таки рейтера, генерала Менезиуса, шотландца, жителя немецкой слободы. Ловко действовал Матвеев и в отношении донского казачества. Дабы избежать возможного повторения крестьянской войны, донским казакам вместе с калмыками был Матвеевым устроен поход на Азов, что давало им зипуны и отвлекало бы от Волги, от боярских крепостных земель. Атаману Кирилле Яковлеву и донским казакам царь пожаловал похвальную грамоту за то, что они, осаждая Азов, отогнали у турок весь скот, побили много людей и в плен взяли брата паши Азовского. Эта же грамота подымала атамана Яковлева и казачество Дона против крымских улусов. К Артамону Матвееву примыкала когорта нового духовенства во главе с митрополитами Павлом Крутицким и Илларионом Казанским, за которыми тянулись многочисленные лощеные попы и монахи киевского пошиба, писавшие вирши, рацеи и поучения на старинном, витиеватом, мало кому понятном украинско-русском языке и больше всего льстившие царю. Рацеи и поучения Матвеев, охватив царя со всех сторон, головой выдавал его немецкой слободе. Москва бушевала, разговаривали об этом. В оппозиции теперь оказывалось и старое знать. Старинные роды, оставшиеся неудел, отброшенные от правления, Милославские, Стрешневы, Салтыковы, Хованские, Адоевские, Пронские, Репнины, Львовы, все родичи разоренных в конец Морозовых и другие вельможи, оказавшиеся в опале из-за боярыни Морозовой, как Соковнины. Все глухо ворчали по углам своих московских хором по уездным поместьям. В царской родне возглавлявшейся старшей сестрой царя Алексея Ириной Михайловной, этой игуменьей, как ее звали при дворе, этой надежей нашей, как величал ее протопоп Аввакум в своих письмах к ней, были такие же настроения. Их придерживались и вторая сестра царя Анна Михайловна, да и сам царевич Федор, уже возглашенный в Успенском соборе перед народом как государь-наследник. Но немецкая слобода тоже боролась за свое влияние, и в Кремле шла жестокая борьба за власть. Пройдет всего три года после смерти царя Алексея, как его сын Федор посадит ловкого, худородного Артамона Матвеева в заточение в курной избе в том же Пустозерске по соседству с протопопом Аввакумом. Звезда Артамонова вновь зажжется лишь после кончины Федора, он вернется в Москву, но только для того, чтобы пасть под бердышами в восстание стрельцов 1682 года. В этой путанной возне, начавшейся вокруг царя Алексея, пастор Готфрид Грегори играл весьма важную роль. Создаваемый им театр должен был поразить и окончательно одолеть воображение царя, этого нестойкого, увлекающегося, стареющего человека. Пришла осень, желтые листья кружились, слетая с деревьев села Преображенского, когда царская карета с царем и царицей, по осенней раскисшей грязи, грохочая и колыхаясь, въехала во двор Преображенского царского дворца. Кричали вершные, крутякнутьями, каркали встревожные вороны, от лошадей валил пар. Под пестрым крыльцом с крышей острой бочкой стояли стрельцы. Стряпчие открыли дверцу, подсунули софьяновую скамейку, царский красный сапог осторожно высунулся из дверцы, царь вылез бочком, его подхватили под руки стольники, и он стоял весь растопыренный. В золотой парче собольей шубы. Осенний день еще желтил одутловатое лицо с густо засеянной серебром бородой на щеках. Изгибаясь, как кот, с крыльца навстречу царю подходил его царского величества начальный, комедианский правитель, пастор Грегори, в черном бархатном кафтане с белым воротником. Переступал длинными ногами в штанцах, чулках и башмаках с пряжками. Подскочил, отскочил шаг назад, учтиво разведя обеими руками, склонился в поклоне, обводя шляпой у ног. Царь смотрел, отдуваясь с усмешкой, но действо ему нравилось. «Императора, наияснейшего и просвещеннейшего государя, царя и великого князя, самодержца великой, малой и белой Руси, вашего царского величества начальный комедиант приветствует и просит вступить в храм искусства», — выделанно произнес на звучной латыни Грегори, то отступая, то приступая вперед, выразительно покачивая голосом. Царь не понял ничего, но это действо понравилось ему еще больше. Он стоял с широкой золотой куклой, выкатив вперед объемистые брюхо, опершись на посох индийского дерева с рубином в головке. В полглаза следя, как вылезала из кареты, жена с открытым смело лицом, белая, как снег, румяная, как роза, и мелкие капельки дождя и тумана блестели алмазами в черных легких волосах на соболе круглой шапке под кашмирским платом. Царь таял сердцем, шевелил усом. Царь-хосударь, пошалуйся, — в который раз повторял Грегори. В зеленых сукнах был залит светом свеч в высоких люстрах, в бра на стенах, пол устлан багровыми мягкими коврами. Справа и слева шли крытые красным сукном лавки полукружиями в несколько рядов, один ряд выше другого. Впереди, в середине дуги лавок, стояла широкая скамья под ковром с золоченой резной перекидной спинкой, царское место. В углах направо лавки были прикрыты сбоку и спереди ширмами с мелкой золоченой решеткой. Кто сидел бы за ними на лавках, сам видел все, оставаясь невидимым из зала. Прямо против лавок на подмостках стояла сцена, закрытая пока богатым шпалером, занавесом индийской материи, мерцавшей золотом. Вверху, под потолком, портал был расписан шотландцем-живописцем Петром Гивнером, цветущими садами, над цветами которых в голубом небе резвились ноги и крылатые ребятки. Перед шпалерой на полу горели огни свеч, прикрытых от зала ширмой. Царица Наталья Кирилловна стояла за царем, схватила его за локоть и смотрела на великолепное невиданное зрелище восхищенно, сияя огромными черными глазами. — Государыня, — сказал Матвеев, — изволь подойти на правую сторону, в твою царскую лоджию. Та блеснула огненным взглядом, а я хочу смотреть с мужем, с царем. — Наташа, — наставительно выговорил Матвеев, — иди так надо. — Хэр Грегори, укажи царице место. Грегори галантным кавалером повел молодую государыню в правый угол. Она шла, сияя ярким, как свечи взглядом, и публика, уже стоявшая у своих лавок по ступеням амфитеатра, жадно смотрела на нее во все глаза из-под буйных волос, шевеля густыми усами и бородами. — Когда ж это было видано, что можно смело смотреть на царицу, такую красивую, что ею тешится сам царь? Взгляды сверкали жадно, смело, озорно. Царица, а хороша. — А бояре где же, Сергеич? — тихо спросил государь. — Бояр не вижу. Подходил, кланяясь на ходу на Рышкин. Еще кто-то. Матвеев развел руками. — Не идут, кабенятся, упористы, что быки. Взгляд царя выразил тихий, угрюмый гнев. — Упрямцы, — молвил он. — Будут смотрельцы, — сказал Матвеев. — Сокольников насажаю. Царь двинулся к своему месту. Грегори угодливо бежал впереди. Царь сел на лавку, рядом с ним сели царевич Федор, Матвеев, Нарышкин. Молодые белозубые сокольники, стрелецкие полуголовы, немецкие торговцы усаживались на лавках. Царь огляделся. — Один он в этой толпе. Чужие люди. Нет бояр, к которым привык. Нет черноризцев. Он есть, есть один. Сгибаясь и кланяясь, шел по рядам в греческом клобуке, в черной рясе, с воскрыльями поэт Симеон Полоцкий, улыбаясь и раскланиваясь любезно. Начинай. И началось нечто невиданное и неслыханное. Как церковная завеса, звеня колокольцами, отдернулся шпалер. На сцене с обеих сторон стояли два ряда кулис, перспективных рам, представлявших дворец могучего царя Артаксеркса в Сузах. Из-за кулис вышли два персовоина, одетые в рейторские латы, затрубили серебряные трубы. Нет, это не то, что в церкви. Трубы гремели серебром, звонко, раскатисто, сильно, весело. А в церкви не поют, а конючат уныло. И вышедши трое в ряд, ребята говорили ему царю, вирши складно, нахлестанно, сильно, весь христианский род тебя почитает, бог бы милостью своей тебя защищает от врага крестового лихого бусурмана, да христиан ему одолеть не дано. И всем понятно, что идет этот спектакль о нем, о царе Московском. Из палат персидских среди крылатых быков выходит в свои сады царь Артаксеркс в черной густозавитой бороде. Могуч царь Артаксеркс. Над ста двадцатью семью областями владычествует он. — Эх, вот титло-то! — ахнул про себя царь. — От Индии до Эфиопии, царство мое! — гремит трубный голос комедиантов. В саду пир, собраны все сатрапы, все начальники областей, все воеводы. Седьмой уж день идет пир. На сцене ряженые раскрашенные персы и медяне сидят за сверкающими царской золотой и серебряной посудой столами. Шпалер колышется по сторонам, подмостки подняли актеров высоко, пируют владыки, как небожители, а царь их еще выше, как бог. Кто может стать против него? Весел великий Артаксеркс от вина. Он обводит взглядом всех пирующих и говорит. — Царицу сюда ко мне приведите, красотой сияющей взоры мне веселите. Пусть за столом вместе с нами возляжет, красоту сияющую нам она да покажет. И не идет царица Астинь на зов царя-супруга. Все повинуются ему, а жена нет, не хочет идти. И вспомнил государь свою покойницу Марью. Хорошая была она баба, да больно сильно ему перечила. Для всех он царь грозный, да не для нее. Это она и Морозову так научила, что с бабой сладу не было. И Библия вот про царских баб говорит, что они непокорны. Гнев кипит в Артаксерксе, царе персидском. Ежели царица своего мужа-царя не будет уважать, то что ж тогда с простыми бабами делать? Упадет порядок в персидском царстве. И бросает царь Артаксеркс свою царицу и ищет царь себе другую. Нашел, выбрал, собравши много девушек в сузах, выбрал деву Эсфирь. Поселил ее во дворце под начальством Гагая Евнуха, стража царских жен. Двенадцать месяцев готовили женщины Эсфирь к встрече с царем, шесть месяцев натирали ей кожу и умощали маслом мирровым, шесть месяцев ароматами и притирками женскими. Сидит на красной лавке тучный московский царь, слушает, жадно смотрит, и нет перед ним сцены, развернулись перед ним земли и времена, видит он иную, чужую жизнь, да того прекрасную, что, пожалуй, вокруг и смотреть не хочется. Тут все свои, вашки-довосютки, холопи, а тут мегуман, бесфе, харбон, зафор в шелках, в самоцветах, любопытно. Вот вышла на сцену царица Эсфирь. Грим делает ее лицо сияющим, глаза огромными, рот красной розой. Вот какие они, великие-то царицы. Старый царь, по-волчьи, с шеей поворачивает и плечи, и лицо свое к ложе, где сидит его Эсфирь, его Наталья, и ему чудится, что видит блеск глаз и сквозь решетку. А представление разворачивается все дальше, все шире. Не только красота Эсфири велика, велика еще и ее преданность. На золотом ложе, покрытом шелками и пурпуром, прекрасная Эсфирь говорит царю. Гавофа и Фарра, твои царь-хранители, что спят у порога царской обители, в сердце своем измену таят, царя погубить безумцы хотят. Эх, ну и жена, ведь и у него, царя Московского, есть такие враги. Разве не проклинал его Никон-патриарх? Разве не подымали черные люди против него бунтов? Измена, всюду измена. В Соловецком монастыре попы да черницы до сей поры бунтуют, молиться не хотят за царя. Морозова бояриня его царя проклинает. Бояре не пришли в театр, не хотят видеть, каково должно быть царское величие, рыло воротят прочь. Откуда же прекрасная Эсфирь прознала про измену царских евнухов? — сказал ей человек, который воспитал ее, как свою дочь, мудрый Мардохей. И не первый царедворец царя Аман спас царя Нет, а царя спас Мардохей, которого Аман задумал давно повесить и даже виселицу поставил уж в пятьдесят локтей вышины. И разгневался Артаксеркс на Амана, велел повесить его на сей же приготовленной виселице, и дом Амана забрав, отдал Мардохею и все богатства. И стал Мардохей вторым после царя Артаксеркса и в Персии, и в Мидии, и в ста двадцати семи областях царства, и был веселый праздник у Эсфири и Мардохея, и у народа их. И Мардохей на праздник вышел от царя в царском одеянии яхонтового и белого цвета, и в большом золотом венце, и в одежде вессонной и пурпуровой мантии. И веселился весь город Сузы, и народ его радовался на сцене, плясал, пел, трубили трубы, веяли пальмовые ветви. Глубокой ночью возвращался царский поезд из Преображенского в Кремль. Громыхал по мостовым, всюду горели фонари у решеток, сторожа не спала. По сторонам скакали вершные с фонарями, возничьи их листали, растелавшихся на скаку коней. Царь прижался к царице, слышал, как от нее веяло свежестью, чистотой, розовым маслом. — Эсфирь ты моя! — шептал он ей в холодное ушко, в котором блестел алмаз. — Вот оно каково в Библии-то богово пророчество все верно выходит. Тебя, Эсфирь моя, обрел я по указанию Божьему, красота моя. Пока царский поезд съезжал со двора Преображенского дворца, пока в долине затих грохот кованых колес, пока в непроглядной тьме не исчезли пляшущие огоньки фонарей у конных рейтер охраны царя, Матвеев и Грегори почтительно стояли на крыльце комедийной, залы без шапок под дождем, талым снегом. Свет из теней, фонарь, покачивающийся над крыльцом, выхватывали из тьмы то белую грудь сокольничьего кафтана с серебряным двуглавым орлом, то красный ворот-рубах из однорядки жильца, то круглую бархтную шляпу иностранного купца, бешено борющегося в ветре с черным своим плащом, слышались голоса одобрения постановки. — Ловко, аман-то повесили, — говорил оживленный молодой голос, — и как он столько висел, того, гляди, подох верно. — Не Москва, — протянул другой голос, медленный и низкий, — не помер. Это все одна кометь. — Как кометь? — А как тот его мечом ткнул, так кровища потекла? — Кометь, — подтвердил второй голос, — пузырь под одежи-то с краской. — Ну, показывает. — Так все неправда? — Не, кометь ломают. — Ну, господин пастор, — наконец по-немецки заговорил Матвеев, когда грохот царской кареты исчез в отдалении, — сейчас нужно бы было нам выпить немного. — Думаю, старик наш остался очень доволен. — О, очень, очень. Я все время следил за его лицом. Вы, московиты, очень просты. Вам доставляет большое удовольствие, когда вы начинаете понимать простые вещи. — Господин пастор, — вы первый и в литературе, и в проповеди, и добрый офицер, и ловкий дипломат. — Я уже слышал, — царь называл Наташу эсфирь. Ха-ха. Он думает, что сам он артаксеркс. — Это неважно. Важно, чтоб он думал, что я, Мордахей, — смеялся Матвеев. Надо это уметь, показывать большим господам вещи так, чтоб они их сразу правильно поняли. Что ж вы напишите еще для добрых наших московитов? — Думаю, господин Матвеев, что снова возьмем то же из Библии юдив. Библия — это авторитетно для царя, а будем снова славить женскую красоту и любовь царицы. Старик, видно, бедный, никогда не знал, что такое любовь. — Наташа? — Ох! — отозвался Матвеев. — Эй! — вдруг вскричал он. — Прошка, где мои сани? Надо ехать. Подавай. Царь в кремлевском верху, встреченный стольниками, прошел к себе в опочивальню. С него стащили тугие, отсыревшие сапоги, и он долго сидел, шевеля затекшими пальцами ног. Потом встал и в шелковых шароварах в красной рубахе без пояса, пересел в кресло у постели, махнув рукой, махнув рукой, отпустил стольников и стряпчих. Что говорилось в Библии об Эсфире и Мордахее? Вот истина, словно в воду смотрела эта священная книга. Да, Эсфирь — это царица Наталья. Она предупредит царя во всем, а Матвеев — Мордахей, второй человек во всей земле, и как ласков, как обходителен, как он заботлив о нем, царе. Кряхтя поднялся с кресел, хотел было пойти, как каждую ночь, к царице, руку протянул, чтобы взять с постели легкий опошень, да раздумал. Сел снова. Не шла из ума царица Марья-покойница, ведь ежели она и грубила ему, и плакала на весь дворец, и к бороде лезла, так оттого, что проста она была бесхитростна. И тестья своего Милославского Илью Даниловича в сердцах приходилось, и поучал, и бивал в гневе царь. А тут люди другие, ни тестюшки не ударишь, Плуэктовича, ни уж Артамона, мягок, ласков, а все, кажется, на сердце у него лед, хоть на языке мед. Возится он с немцами, люди ловкие, а гребут своими руками, и все к себе. И бояре сегодня не пришли в театр, все грозятся. Государь, шлепая босыми ногами, сошел в Крестовую, где встал перед золотыми серебряными окладами икон. Сколько лет глядит он в эти упорные сверлящие взоры, а они все молчат. И в конце-то концов ему, царю, самому приходится решать все дела. И чудилось царю, что за золотой стеной иконостаса, его молельной, бушует живое народное море, погрознее икон. Чем он помог народу? Почему бежит народ в леса, проклинает его царя? Почему перестали молиться за него соловецкие монахи? А за этой мыслью явилась другая. С соловками нужно кончать, воевода Ивлев не годится, послать нужно другого воеводу, промышлять под монастырем ратным боем, вот как царь Артаксеркс. И царица прошла к себе, мамки да няньки разули, раздели ее, в легком сарафане, тоненькая, как девочка, присела она на постели, зажав обе ладони между сильными коленями. Того, гляди, сейчас раздастся у дверей скрип, шарканье босовичков, войдет он, царь. Царь-то он хороший, а муж — толстый, старый, тяжелый. И кому достается моя красота? С чего я должна быть эсфирью? А молодой князь Степан Рамадановский, зачем мне он, мой муж? — Артамон Сергеевич, да батюшка, следят за мной чуть что, шмыгают в царицын покой Наташа, а что государь, как государь. Да скажи ему, государь-то, ну, царица я, так зачем же мне сидеть за золотой решеткой на комедии, а Милославские сказывают, хотят меня бедную отравить? Боярник ко мне не ездит. Ох, постылая жизнь! Царица поднялась, вышла в соседний покой. Няня, толстощекая княгиня Гагина, в шушуне и в кике, дремала в кресле. Царица склонилась над колыбелью. В розовом свете лампады, раскинувшись широко, разметав пеленки, спал черноволосый младенец-богатырь Петр. Сынок Петруша, какова еще твоя судьба будет, мизинный царевич, Федор да Иван старше тебя? Пока ставились и шли театральные действия в Преображенском, в малом городке Боровске, в сотни верст от Москвы, в подземной тюрьме изнывали две сиделицы — сестры боярни Морозова и княгиня Урусова. На облегчение надежд никаких больше не оставалось, при всех их страданиях женщины эти были теперь государю просто досадны, к тому же они подымали против него царя Москву. Все Морозовское не имело больше права на жизнь. Прошла мучительная зима, пришла весна, с нею светлый праздник, вся московская земля праздновала праздник воскресения и жизни. К празднику почитатели сестер-мучениц сумели доставить в тюрьму подарки, о чем прослышали в Москве. На Фоминой неделе с Москвы от царя был прислан подьячий, сделал обыск, отобрал все — еду и одежду, оставил обеих, в чем были. Отобрал книги у Федосии Прокопьевны, отобрал ее старинную икону, Адигитрию, отобрал и Лестовку. Напрасно рыдала и плакала Федосия Прокопьевна, подьячий был неумолим. — Не плачь, сестра, — сказала Авдотья Прокопьевна, — не плачь, сам Христос с нами. Летом уже, на Петров день, 29 июня, снова подоносом съехал с Москвы дьяк Кузьмищев, учинил розыск о том, кто посещал заточенных. Были такие мужики, Памфил и Родион, их схватили, увезли. Связанную с ними Устинью, что была с Морозовского двора, дьяк Кузьмищев сжег в срубе. И обе сестры были обречены дьяком Кузьмищевым на смерть. Выдача хлеба была им прекращена, только воду одну спускали в кувшине через потолок. Хоть и передачи им были запрещены под страхом смерти, все же находились среди стрельцов добрые души, что давали им на день по пять-шесть сухарей, то яблоко, то огурчик. Боярни Морозова и княгиня Урусова остались теперь в одних лохмотьях. Они не имели даже возможности помыть рубашек, вместе с жарой и духотой одолевала вошь. Жизнь обеих намеренно ввели к концу. Первой не выдержала и скончалась Авдотья Урусова одиннадцатого сентября. Федосья обвязала тело веревкой и крикнула «Стрельцы, тащите покойницу!» Тело княгини положили во дворе тюрьмы, где оно лежало пять дней, пока царь не приказал завернуть врагожую и закопать в лесу. Но в дело вмешался митрополит Казанский Илларион. Не годится хоронить ее в лесу, похоронишь, будут лесные люди, раскольники, сходиться на могиле в скоб, разные капитоны. О чудесах начнут говорить, беда будет еще горше, шуму много. Закопали княгиню в Боровске. Одна осталась Федосия Прокопьевна досиживать жизнь в тюрьме под землей, неистово молясь, вспоминая, да черточки, как слушала она тогда в Москве в своих покоях наставление протопопа. Все пропало. Кругом сырые стены, окошко на ветру, и слышен только голос ласковый, по-мужичьи грозный. И исчезает видение, голод, голод мутит. — Раб Христов, юнош, — просит тихонько у караульного стрельца, боярине Федосье. — У тебя, чать, отец-мать есть или помер ли? — Давай помолимся вместе о них, а ежели помер ли помянем, а ты мне, будь милосерд, поесть дай, есть хочу, дай калачика. — Госпожа, боюсь я, ну хлебца не могу, ну сухарика нету, ну огурчика, яблочко не смею. — Благослови тебя Бог, хоть и так. — Так я еще прошу тебя, сделай мне последнюю любовь, когда помру, заверни врагожу, положи меня с сестрой. Голод брал свое, и боярине Морозова теряла силы, чуяла конец, и опять спросила стрельца, — Раб Христов, у тебя была мать, родила она тебя. Я тоже женщина, я тоже была мать, нужно мне вымыть сорочку мою, выйти мне нельзя, прикована я цепями. Кто мне сделает? Пади, юнош, на реку, вымой сорочку-то. Я умру скоро, нехорошо лежать в грязной рубахе в земле матушки. Рубашку стрелец взял, унес под полой кафтана и, умываясь слезами, стирал ее в реке. Ну и сатана баба! Ночью с первого на второе ноября скончалась Федосье в иночестве Феодора, боярине Морозова. Царь, узнав, приказал молчать об этом, но через три недели весть разнеслась по всей земле. И ясноглазая, быстрая старица Меланья, которую никак не могли поймать царские истцы, видела сон, о котором рассказывала потом вся Москва. Видела она старицу Феодору в схиме, ликом светла, веселая и в руках образ спасов. Еще бы, невеселая, говорили на Москве, чать отмучилась. С Морозовыми было покончено, а вот с протопопом — нет. В бесконечных списках шли и шли его обличающие писания из Пустозерска, гремели, как кимвалы, брецающие. Кимвалы — ударные инструменты типа бубна. Изголодавшийся, полуослепший от темноты и копоти, полуногой, он пишет удивительные по силе письма. — Посидим еще в темнице. Не поскучайте, су, пожалуйте. И я с вами, грешный, сижу. Да что! Никол чудотворец лучше меня-то, а сидел с христианами пять лет от Максимиана, царя-мучителя. За то горькое время пережили они, миленькие, а нынче радуются радостью такую, что и сказать не скажешь. А их мучитель ревет в жуппеле огненном, ревет. На вот себе столовые и избы, и бесконечные пироги, и меды сладкие, и водка процеженная, и зелено вино. А есть ли под тобой царь перина пуховая, да возглавье? И евнухи опахивают ли твое здоровье, чтобы мухи не кусали великого государя? А как там, в жуппель тогненном, ходишь, спальники, ребята, или у тебя гузнота? А мне, — сказал дух, — нет где там ребят тех, все здесь остались, и кушанья нет того, а тебя самого кушают черви великого государя. Бедный, бедный ты, безумная царишко, где твои златоверхие палаты? Что ты над собой сделал? Где твои золотые сияющие одежды? Где кони в кованой сбруи? Где твои любимые села? Где сады да заборы? Где твой венец царский золотой с жемчугами да самоцветами? Где твои рынды, что на ангелов похоже светлых? Где все твои затеи, все твои заводы, изображения, в которых ты столько сил вкладывал и бога оставя тем идолам бездушным служил? — Ну, сквозь землю пропадай, сукин сын, давно ждет тебя огонь. Отомстит бог наш, кровь нашу, всех нас сожженных, всех в тюрьмах сидящих. Вон Паисия Александрийского патриарха турок распял, а Макарий забежал в Грузию, якопес от волка. В подворотню нырнул, да под лестницу спрятался. А здешним любодеем тоже будет. Гремел протопоп из Пустозерска, гремел, неслись проклятия царю Алексею и из Соловецкого монастыря. Изменился теперь весь монастырь. Кругом стен не луга зеленые, не рощи светлые да шумные, а поставлены раскаты, на них пушки. Пушки палят по монастырю, монастырь отвечает не хуже. Прогнал царь прежних воевод, что не могли столько лет Соловецкий мятеж захватить, прогнал с бесчестьем и Волхова, и Ивлева. Седьмой год осаждает царь монастырь и взять не может. Пятьсот оборонцев, чернецов да бельцов стоят на каменных стенах да на башнях. Хлеба у них на двенадцать лет, пороху четыреста пятьдесят пудов, а было девятьсот. Масла Коровьего на два года хватит пока. Новый воевода послан, Мещеринов Иван Алексеевич. С ним стрельцов тысяча человек, но непростое дело взять монастырь, седьмой год уж идет. И зимуя эту зиму со стрельцами в Сумском остроге, получил перед весной Мещеринов-воевода грамоту от государя. А как Бог даст, по весне лед сойдет, и пойдет время идти на Соловецкий остров, и ты бы, Иван, собрался и шел бы со всеми нашими ратниками и людьми, по-прежнему не спуская времени, чтобы тех раскольников мятеж искоренить вскоре. А будет и Иван, сойдешь с Соловецкого острова без нашего царского указу, зато будет тебе ученена смертная казнь. Крепнут силы царя под Соловецким монастырем, везут силу морем. Из Москвы подъехали гранатчики, пушкари, садвины, еще восемьсот пятьдесят стрельцов, из холмогор доставили пороху сто пудов, ядра до полторы тысячи кулей ржи. Лето прошло, зима пришла, а уйти с острова нельзя. Приступ начался под самый сочельник 1674 года, когда в монастыре начались рождественские праздничные службы. Полили все пушки, подкоп был введен под стену, но монахи бились, стояли насмерть. У Мещеринова убит начальный человек-поручик Чудровский, да сто двенадцать стрельцов, и цинга гуляла среди осаждающих, нет ни рыбы, ни масла, ни толокна. Но воевода Мещеринов не сымал осаду, была у него одна надежа. В Михайлов день, восьмого ноября, сбежал из монастыря чернец Феоктист, через бойницу ночью по веревке спустился в ров. Привели беглеца к Мещеринову. И сказал Феоктист, биться мне с государевыми людьми больше не в мочь, и знаю я, как над монастырем ратный промысел учинить. Все, где мне о соловецких ворах ведомо, надо девести ратных людей в соловецкий монастырь окном Ануфриевой церкви, тем, что над Сушилом у Белой башни. И идти надо за час до свету. В это время монахи-воры с караулу и со служб с башен и стен уходят в кельи спать, а по стенам остается по одному человеку на карауле. Назначили приступ в ночь на 22 января 1676 года. Ночь была новолунная, темная. Над Соловецкими островами плясало вьюга, выл ветер. В монастыре, слышно было по колоколу, отошла полуношница. И, как говорил монах-феоктист, братья разбрелась по кельям отдыхать. На стенах дремало несколько караульных, закутавшись от вьюги в шубы. Майор Келлин, с ним полусотня стрельцов, полезли в указанное феоктистом окно под Сушилом. Монах-предатель вел стрельцов. Пробрались, ломами отбили калитку, выбежали на стены, открыли святые ворота. Святые ворота — это главные ворота монастыря. По кельям поднялась тревога. Монахи и бельцы выскочили на стены, на башни, и сразу тридцать человек их было изрублено бердышами. Воевода Мещеринов со всей силой ломился неудержимо в монастырь. В пурге, во вьюге, заблестели в соборе огни, раскрылись двери. Навстречу воеводе показался крестный ход с горящими фонарями, хоругвями, иконами. Воевода, весь в снегу, не скидывая шапки, вошел в собор. — Петь молебен, — приказал монахам, и те отпели благодарственный молебен. А во время молебствия поднялся в церкви шум. Ризничный монах Вениамин вцепился в борду стрельцу Григорию. Зачем Григорий за государя молился? Вениамина срубили тут же в церкви. После молебна воевода взялся за монастырскую казну, опечатал ее. Опечатав, приказал ковать в цепи всю братью, всех трудников. И, свершив все это, Иван Алексеевич Мещеринов лег почивать. Над белым, шумным, за льдами морем вставали уже поздние красные зори. Отдохнув, воевода встал, начал допрос и держался так заносчиво, что схваченный и закованный в цепи архимандрит Никонор закричал на него, что ты так величаешься, не величайся, я сам духовник государев. Отдохнувший, выспавшийся, воевода вел допрос круто. Людей вздергивали на виску, били кнутом, гладили горящими вениками, и опаленные, окровавленные, они выкрикивали признание вместе с зубами, вылетавшими из разбитых ртов. Архимандрита Никонора и с ним двадцать семь начальных монахов повесили на другой день. Виселицы с десятками трупов на каждой простояли вокруг монастыря до весны, до прихода новой братьи, рубили головы, морозили людей, спускали под лед. По весне, залив к западу от монастыря, был забит всплывшими телами. Все сплошь защитники монастыря, черницы, бельцы, все пришлые люди, были перебиты свыше полутысячи человек. Безвестных бойцов погребли на острове Бабьем в братской могиле. Монастырь победители разграбили. Съехавший позднее из Москвы дьяк Алексей Чистый захватил у воевода Мещериного целую лодью с награбленными драгоценностями, за что воеводу в Москве судили, и за разграбление казны монастыря он просидел в тюрьме четыре года. Погас еще один очаг народного сопротивления. Однако царь Алексей так и не узнал этого. Еще девятнадцатого января 1676 года жаловал он в комедийную залу, что на зимнее холодное время была уряжена в Кремле, во дворце, над царской аптекой. Царь чувствовал себя худо, перемогался. В зале было туманно и холодно, у него ломило все тело, плохо слушались ноги, его вели в театр под руки. Он уселся на свое место, закутавшись в золотую соболью шубу, бледной, мрачной, шло представление юдив. На сцене было шумно, а сирийские солдаты Алаферна топотали ногами и пели «О, братья наши, не печальтесь, ни же скорбите, но веселитесь». Бог весть, кто из нас живыми утре будет. Солдаты были большие, латы сверкали пестро, на расписанных лицах блестели страшные глаза. У царя ныли ноги, болели плечи, его лихорадило. Казалось, что крайний слева страшный воин просунул голову под его шапку и поет прямо в царской голове. Кто из нас утром жив будет, смелее дерзайте, пока живете, не сомневайтесь, но веселитесь. Ассирийские войска захватили в плен толстяка Сусакима. Толкались вокруг него, кричали, сверкали мечами, и от этого стучало в затылке у царя. «Повесим, повесим!» — ревели солдаты. А Сусаким визжал поросенком смешно и жалобно. «Ай, господа мои, прошу вас, обходите мимо меня с такими шутками. Моя шея висит непривычным». «Голову отрубим!» — ревели ассирийцы черные, как черти. «С шеи глава полетит!» «Ха-ха-ха!» — хохотала публика. «Моя голова шеи полетит! Хи-хи! Кто сотворить может, что голова моя летает?» — смешно визжал толстяк. «Пусть он крылья к ней притворит!» Снова взрыв хохота отдался во всем теле царя. «Как же я без головы? Куда ж я шапку надевать буду?» «Помирай!» — ревут солдаты, и вся зала трясется от хохота. И Сусаким, по бабье подхватив щеку рукой, начинает причитать, прощаясь перед смертью. «Простите вы, благородные люди-сродники из всяких чинов, чуры, трубишники, дерьмовощики и попы, что у церкви милостыню собирают. «Простите вы, веселые молодые цыплятки и гнятки, свинки, молоденькие телятки, жирные, калачи тертые, с маслом, молодые рыбки, зайцы, осенние гуси, жирные да утятки, кислая капуста и шуба моя, и вся родня моя, и рукавицы, свиные мои, акрокады, ребра свиные!» Над толстяком под общий хохот заносят меч, он зажмуривается в ужасе, а его бьют по шее лисьим хвостом. Он валится на землю, не понимая, что с ним, орет под оглушительный смех. «Слышу, как живот мой прет изнутри, душа через правую ногу лезет прямо в нос». Государь едва сидел, его мутило. Ему казалось, что в общем смехе он слышит и хохот царицы. Ей-то весело, не чует она, как худо ему ее Алешеньке. А на сцене на золотом ложе покоится она, прекрасная юдивь, в блещущем золотом уборе, белыми, как слоновая кость, руками поправляет она свои длинные черные локоны. И ассирийский владыка Алоферн говорит такие понятные царю, хоть раньше никогда не сказаны им слова. «Не зришь ли, прекрасная богиня, яко силы красоты твоей мя преодолевают?» Это он, он, царь Алексей, говорит своей молодой Наталье такие слова. «Смотрю на тебя, и уж видеть не могу. Хощу говорить, но язык яко у пьяного. Ничего выговорить не могу. Хощу, хощу, но не могу же. Не ток мат вина, от силы красоты твоей я азниспадаю». «Сергеич», — выговорил царь, пытаясь привстать, — «тошно мне». Матвеев подхватил пошатнувшегося царя, махнул рукой, все на сцене замолкло. Через несколько дней, в субботу, двадцать девятого января, через три часа после захода солнца, три удара на исход души в тяжелый кремлевский колокол возвестили на Москве. Царь Алексей умер. «Никониане, а, Никониане!» — вскоре гремел шепотом читаемый повсюду протопопов голос из полночной тундры. «А, Никониане!» — «Видите, видите своего царя Алексея хрипяща и стонуща?» «Расслаблен он еще до смерти, прежде суда осужден, еще до бесконечных мук мучим». В отчаянии, в стыде, расслабленный говорит, кончаясь, «Господа мои старцы соловецкие, народ мой, отпустите мне, чтобы я покаялся в воровстве моем царском, в том, что делал я беззаконно, что ради игрушек бросил веру. Христа я распинал еще раз, а молодую панну сделал своей Богородицей, бритого детину, богословом, а вашу соловецкую убитель под меч подклонил до пятисот братьей и больше. Иных я за ребра вешал, иных во льду морозил, а и живых боярынь живыми засадя уморил в пятисоженных ямах. «Господа мои, отпустите мне это все». У самого изо рта и носа и ушей кров тече, быта из зарезанной коровы, и бумаги хлопчатые не могли напастись, затыкая ноздри и горло. «Ну, суни коняне, вы, самовидцы, были над ним, кричит, умирая, пощадите, пощадите, а вы его спрашивали, кому ты, царь, молился?» И он вам сказывал, — «Соловецкие старцы пилами, трудмя и всяким оружием велите, велите войску моему отступить от монастыря их». А те уж в те дни посечены были. «А царя Алексея велю я Христу на суде поставить, то во мне надобно шелепами медными попарить. Да что ты, христианин, смеешься, буде так, буде!» Когда несли по Кремлю в Архангельский собор царя Алексея, за гробом отца в кресле несли царя Федора Алексеевича. Сам он слаб был ногами, ходить не мог. Все глубже развертывались в сердцах народа очевидные требования справедливости, свободы и труда. Все тяжелее переживал черный люд эти сплошные оскорбляющие казни, бунты, соляной, новгородский, псковский, коломенский, крестьянская война, разиновщина, морозовщина, соловецкий бунт. Были цепью одних и тех же событий надвигалась Хованщина, с которой схватился кровавым же боем молодой Петр. Хованщина — выступление главы стрелецкого приказа князя Хованского против власти царевны Софьи, поддержанное частью раскольников. Восстание было подавлено, Хованский схвачен и казнен. Эти исторические события легли в основу либретта оперы Мусоргского «Хованщина». Еще шесть лет продолжалась эта буря в государстве, и все эти годы гремел по земле из тундры Печорской голос протопопа Аввакума в тысячах списков его писем к поморцам, к Савватию, к Ефимию, Тимофею, Алексею Копытовскому, к Лукьяну, к новообращенным и бесчетно другим. И в Черкасске-на-Дону жил поп, спасшийся из соловков. В 1682 году в Москве был собран под председательством патриарха Иоакима церковный собор, на котором решено было произвести обследование крепнущего народного движения против царства. Положение было угрожающее. На последнем заседании было установлено все книги, письма, послания, все шло из Пустозерска. Было принято решение сжечь всех четырех соловецких узников за великие их на царский дом Хулы. 14 апреля 1682 года на площади Пустозерска воздвигнуты были четыре сруба, набитые соломой, ветками, дровами. Все население по указу воеводы Ханенева Адриана Тихоныча присутствовало. Было еще холодно, земля еще покрыта была льдом. Осужденные на казнь шли медленно один за другим с пеньем молитв. Похоронно звонили колокола. Протопоп Аввакум благословил народ, поднял высоко руку с двуперстием. Другие-то не могли этого сделать, их правые руки были обрублены. — Вот истинный крест! — кричал Протопоп. — Не меняйте веры! Осужденных потащили в срубы, привязали накрепком. Стрелец поджег костры, народ снял шапки, закрестился, повалил белый, сизый дым, потом взметнуло яркое пламя, вспыхнуло, забудело, завелось столбом вокруг Протопопа. На нем загорелась одежда, пыхнули борода и волосы, словно обрило его огнем. Черный дым дунул облаком, окрасился красным от огня, от дыма поднялась была человеческая рука, в горящем пламенем рукаве опустилась. В треске гуля огня слышны были голоса, оборвались молитвы. Пламя теперь гудело в срубах ровно, желто-красное, сильное, бездымное. Протопопа больше не было видно. Упали Лазарь и Федор. Горящий старец Епифаний показался было над краем сруба, но оборвался, исчез. Хабаровск, 1959 год. Читала Валерия Лебедева. Валерия Лебедева. Продолжение следует...